здрасте дорогие друзья вы должны нас видеть потрясающим качестве если нет то я не знаю я сдаюсь потому что ну извини что задержали причем я ну я раньше начал собираться к стриму сегодня не но раньше начала собираться стрима сегодня чтобы мы вовремя перед вами явились вот но потом я запустил попробовав то что я думал надо сделать чтобы все было хорошо но чтобы не было разваливающейся картинки и это не дало никакого эффекта и поэтому я еще полез ковыряться и вроде как ну-ка нулевой эффект опять мой дан да это ну чушь какая-то я не понимаю нахрен я все нас ну все настроил я базовое разрешение изменил изменил ничего страшного то ну главное что у нас видно ну да но не так как хотел я не понимаю я и кодек проверил я вижу каждую свою ресничку мне кажется не видишь видишь вот этот шакал шакалистый такой вайп чуть разваливающийся картинка но здесь кстати не видно что вы нас не видели никогда посмотрите на не но в честном слове на меня в этот смотри семейный стрим на моем канале меня зовут не нора сибашвили всем здравствуйте здесь майкл майки здрасте добрый и фигболех вы увидите кусочек нагенс наки ну как мордочку видно она у меня на руки лежит не так не сильно поможет тем более микрофон дайте просто смотри друг на друга тогда с таким микрофоном что еще что еще надо сказать каждое на что сказать на что сказать устроенные так люди желают желают ровно по графику каждое второе воскресенье семейный стрим сегодня второе воскресенье месяца и семейный стрим у вас и у нас на экранах что нужно сделать друзья нужно подписаться на мой канал вас уже сто сорок тысяч это нефига у тебя канал ася темпами какими-то растет конскими да если мне кажется на тебя в месяц уже подписываться больше чем для меня потому что я почти всю аудиторию сколько у тебя подписчиков за пять ну окей да чуть побольше не сильно ну я могу сказать что большое спасибо всем во первых кто дождался выхода нового интервью на канале я осуждаю вернуться было очень сложно но хорошо что это возвращение произошло я ничего не загадываю что будет дальше мысли все еще в некотором тумане но что-то происходит что-то мы делаем иногда это что-то даже получается для всех новеньких добро пожаловать на семейный стрим здесь мы говорим о всяком если не сказать больше что говорим обо всем обо всем что хотим обо всем что вы спросите и сделать это можно как через патреон моего канала так и через сервис digital duck ссылочка есть в описании так и через супер чат ю тубе ну и конечно же можно сделать просто через чат егорка меня научил собирать вопросы и я наверное чуть попозже наверное в середине стрима повешу этот это интерактивные окошко а это вот то что делала куда люди могут прицельно присылать вопросы чтобы последние 10-15 минут стрима не превращались в какое-то хаотичное беспорядочное зачитывание несвязанных реплик что поставьте пожалуйста нравлик чтобы на с вами было больше уже 268 человек поддержали эту трансляцию что очень приятно но конечно нет никаких пределов нет никаких верхних порогов и будет круто если вы это сделаете с нами руслан швединов здравствуй руслан хочешь что нибудь ему сказать я же сказал здравствуй руслан а что нибудь еще приветствую руслан как дела напиши как ты проводишь это воскресенье и может быть у тебя есть планы на следующее воскресенье может быть какие-нибудь планы 12 часов ровно неделя ровно неделя у нас осталось у меня в бухре обмена снимок есть красиво как будто как будто он сам себе это делает спасибо майкл ставлю лайк благодарствую руслан а мне будет ответ как же оставьте комментарий и подпишитесь на канал ну что хочешь чем-нибудь поделиться нет ничего никаких событий никаких инсайдов инсайдов никаких открытий а я был на максиме галкине вместе с ним на расибашвили короче знаете в какую ловушку мы попали я думаю что вы многие себя тоже на этом сейчас поймаете значит история в следующем мы же все уважаем жуткого максима галкина правильно все с вами нет жутко уважаем максима галкина причем даже больше ну я его уважаю больше мало борисовна пугачева потому что знаете когда вот последняя была история когда она сделала пост и там что-то такие там написано не сдавайтесь это отсылка к навальному я считаю так да идите в жопу уже спустя два года правда но в том смысле что как бы если ты человек у которого денег столько что еще про правнуком останется у которого мужа признали инагентом который как бы ну для многих является авторитетом и ты за два года так и не смогла подобрать слов для того чтобы осудить войну или прямо и открыто сказать что нибудь при этом ты подобрала слова слова чтобы послать в жопу стаса михайлова ну как бы я ну не одобряю такое правда то есть типа я тоже был подушевлен когда алборис в первый раз что-то написал и я даже думаю что она ну окей сейчас там типа еще пройдет там две недели она напишет уже что-то мощное хер лысого ничего она не написала как бы и вот сидеть вот это спустя два года и ловить там какие-то намеки в каких-то постах и песнях да увольте слушайте мне кажется уже два года всем поработать несколько определиться да не возвращаясь к максиму галкина в этом смысле максим галкина мы все с вами уважаем потому что он горит открыто усмеивает пропаганду осуждает войну делает просто посты про разбомбленные дома в украине ну респект классный мужик классный мужик пору нет но значит он же юморист еще и артист большой правильно и три месяца назад по моему мы купили билет на его концерт может даже больше билет не дешевый дорогие друзья честно говоря прям ну не что прям дорогие но не дешевый и в день концерта я начал задаваться вопросом а какао я помню какую самую смешную шутку максима галкина так какао я помню да и это намного смешнее чем концерт оксирает я понял что что я понял что никакую что все что я помню от максима галкина как это юморист book это вот эти пороге типа понимаешь вот это вот на ельцина и все и больше ничего не помню а какой ты помнишь шутку сергея рбл Dieu я кучу шуток по긴 самое последнее этого потрясающее выступления ну у него он жеん у него прям рассказ и там потрясающий рассказ как он снимал дом, откуда его пыталась выгнать хозяйка, которую снимал, и как он нанимал адвоката, и там, блин, самое смешное, что я там была. Говорит, а у меня в телефоне был контакт одного адвоката. Ну, тот, который и драку помогал, тот, который ни одному делу, ни одно дело не выиграл в своей карьере. Я подумал, а может быть проблема в том, что все звонят ему, поэтому я пошел и нашел другого адвоката. Говорит, потому что все комики звонят этому адвокату, а он ни одного дела не выиграл. Вот, и там дальше у него была история, как вот эту женщину, короче, стряс с нее денег, и там, ну, каждый поворот сюжета очень уморительный. Ну, и вообще, у Сергея Орлова очень смешные концерты, очень классные. Так вот, возвращаясь к Максиму Галкину. Я спрашиваю Нино, говорю, Нино, что, почему ты читаешь что-то про альтушку с Госуслуг? Я решила, что сейчас отлично возможности разобраться. Время ознакомиться, что такое альтушку. Ну, пока ты рассказываешь историю, которую я уже слышала. Хорошо. Короче, я спрашиваю Нино, говорю, Нино, а какая у тебя любимая шутка с Максима Галкина? И она тоже ничего не смогла ответить. Я спросил друзей, из которых мы шли, ребята, а у вас какая любимая шутка Максима Галкина? Они тоже не смогли ответить. Я говорю, хорошо, но давайте не любимую, а любую. И тоже никто не смог ответить. И когда мы уже пришли в зал, куда пришел весь Вильнюс, причем концерт был два дня. Ну, не в смысле там мы два дня сидели, а в смысле два концерта было одинаковых, и каждый раз полный аншлаг вообще, весь Вильнюс. Люди нашего были возраста, которые пришли из респекта, судя по всему. Люди были более взрослые. И, ну, это было прям плохо, честно говоря. Ну, прям вообще. И было плохо сразу на нескольких уровнях. Во-первых, я не знал, что Максим Галкин поет. Причем поет не в смысле смешные песенки переделывает, да, это интересно. А он в какой-то момент концерта просто берет и начинает петь. Типа, просто песни. Ну, то есть, как бы, и ты такой, почему? Второе, это то, что он рассказывал довольно старые шутки. Я как раз на концерте вспомнил шутки Максима Галкина, потому что там бит был, ну, я не знаю, можно ли говорить это как бит. Бит, это в смысле какая-то история или наблюдение, которое было у каких-то комиков. Там, типа, а вы бывали когда-нибудь в метро, там, бит про метро. Вот, и там был, короче, бит про странные песни нулевых, типа вот это два бриллианта, три кора, три карата, значит, локоны ее, губы створки рая, и он такой, прикиньте, там, типа, губы, как створки в ворота рая, они что, вот так открываются? И у меня прям флешбеки, как я сижу там, типа, мне лет 10, включет какой-то телек у бабушки, и там натурально вот весь этот же контент. И, ну, я уважаю то, что он делает. Он блестящий артист, то есть, он очень хорошо отрабатывает вот всю свою программу. Я не могу сказать, что он там ленится или что-то, нет, вообще работает как волк, и люди в восторге. То есть, типа, 95% людей, которые туда пришли, там были стоячие овации, людям было очень смешно. Знаете, вот эти вот все видосы с кривого зеркала, с аншлага и все остальное, где там ставки, где вот люди вот смеются крупно, знаешь, крупным планом. Я раньше думал, что это, ну, там, постанова или что-нибудь такое, но это не так, ну, типа, там прям люди умирали от смеха. Это просто не мой юмор, это просто вот не моя комедия. Вот, там было, знаете, вот это, а вот, типа, а вы слышали современных артистов, у них какая-то там непонятная... Ну, короче, такой прям кринж-кринж набор. Там был хороший смешной блог, околополитический как раз, ну, возможно, вот у меня такое восприятие, что там актуалочку, мне смешно. То есть, там были моменты, которые в том числе и нам были смешны. Мне понравилась пародия на песню Киркорова, потому что я люблю песни Киркорова. Я не помню, что за пародия. Я помню, что он там про грудь попу рассказывал. Ну, это про это было, но там был какой-то момент, когда он интерпретировал события голой вечеринки и решил в пародийной манере исполнить нам извинения артистов на самых популярных мелочах. Я говорю, актуалочка. Вот актуалочка была прикольная, но это была прям крошечная часть программы. Мне еще понравились шутки про Орбакаса. Ну да, ну да. Не, ну вообще прикольно, когда это такое нормальное решение. Когда Галкин рухнул на тему того, что он отец Арбакайта. Ну, в смысле, Галкин отец Арбакайта, и при всем при этом настоящий отец Арбакайта живет тоже где-то в Балтии. Кажется, в Латвии. Короче, в любом случае, в любом случае, ну, Максиму респект и уважение, но не мой, не мой юмор абсолютно, я это понял. И вот, кстати, на контрасте мы еще сходили на Незлобина, причем вот как раз про Незлобина я думал, что это не мой юмор, но оказалось очень смешно. Типа прям я кайфанул очень сильно, мне прям понравилось, очень плотно было, очень смешной материал. Ну, и сам Незлобин оказался очень содержательным, очень крутым чуваком, очень классным парнем. И спасибо ему огромное, что, несмотря на формат комедийного выступления, он нашел возможность сказать про Алексея Навального и нашел возможность обратиться к этому. И огромный, огромный человеческий муза. Это респект и, конечно, песня, которая закрывала концерт отдельно. В общем, если бы она звучала еще немножко, я бы там уже вся... У него закончился тур, насколько я понимаю. Ну, блин, прям классный концерт. Я прям кайфанул. Причем я был очень септичен, тошни, но пару дней назад такая, пойдем на Незлобина. А я помню Незлобина именно по Comedy Club. И, короче, вот, ну, мне тогда не нравился его юмор совершенно. И я был такой... Мы даже с Ниной немножко не то, чтобы поругались, ну, как бы такие, типа, немножко на ножах он такая, ты не хочешь, не иди уже. Я говорю... Ну, если вам 15 раз говорят, что это ужасно, и зачем вообще мы идем, а может, мы никуда не пойдем? Ну, а что вы скажете? Не хочешь, не идти? Ну, я просто боялся после галки на самом деле, что снова будет в сратый вечер. Вот. Но в итоге я прям очень остался доволен. Такие вещи. Вот. А у тебя что произошло? Может быть, у тебя какая-то другая неделя была какая-то? Я не помню, честно говоря, какая у меня была неделя. Очень было много дел, на самом деле. Был и утренний эфир, и я смогла записать новое интервью, которое, кстати, очень неплохо смотрят. Большое вам спасибо. Напишите, как вам, потому что Владимир Пастухов, он такой довольно специфический спикер. Он говорит не столько об актуальном, сколько об историческом, слэш политическом, слэш культурологическом, и сразу пытается разложить происходящее на несколько слоев, причем берет очень большие исторические промежутки, и на фоне другой такой слэш аналитики это звучит довольно необычно. Я вам так скажу. Пастухов, Максим Галкин от мира и политической аналитики для меня. Ну, имеешь полное право. Ровно поэтому, кстати, в «Окринжовнике» у меня был разговор с каким-то чуваком, кажется, из «Докса», могу ошибаться, про то, что что-то как-то это... Не разложили Владимира Борисовича на что-то и на «Липовый мед». На плечи. Да. И что как бы тоже немного странно, потому что я представляю вам человека с позицией, которая вам может быть интересна. Вот ты иногда тебе пишешь слишком жестко, иногда слишком мягко. Да, я уже... Кстати, вот я много думала о том, что происходит сейчас в моей жизни. Большей части публичной, наверное, потому что моя работа связана с публичностью. И честно могу сказать, что я сейчас нахожусь, наверное, ближе всего к огромному потоку хейта, чем когда-либо. И мне очень интересно наблюдать за собой и за моими реакциями. Это значит... Ну, это просто болезнь роста. То есть у тебя не стало такого, что, как бы, не знаю, поменялось отношение действия. Просто у тебя всё больше и больше аудитория, поэтому чисто статистически среди неё больше хейтеров. Я знаю... Нет, я это понимаю. И это во-первых. А во-вторых, больше разнообразных ситуаций, в которые мы с вами попадаем, в которых мы по-разному, как-то по-новому раскрываемся. И, конечно, отдельный шаут-аут всем свидетелям Бориса Надеждина, которые продолжают за мной бегать по всему интернету и требуют меня отсюда убрать. Свидетели Бориса Надеждина, вы разве уже не должны были переклифицироваться на свидетеля Дованкова, не? Не переклифицировать. Вы отстаёте от графика. Там же, ну, уже всё, уже поменялось. Вот, поэтому мне интересно наблюдать за тем, как я на это реагирую, как люди на меня реагируют. И, что уж говорить, иногда это даже забавно. Это то, что я, наверное, хотела отметить. Я думала про хейт сделать следующий воскресный стрим, О, прикольно. ...в следующий воскресенье я буду в командировке, если у нас ничего не сорвётся. Ну, во-первых... Я не говорю ничего больше. Я говорю, что буду в командировке. Я не уверена, что у меня оттуда получится провести стрим, хотя... Я могу замолвать словечко. Где? Там есть одно место с быстрым интернетом. Да. А до этого места... До этого места пока ещё не проложим дорогу. В общем, в любом случае, стрим про хейт обязательно будет. Я ещё поднакоплю немножечко... Хейта. ...впечатлений и вашего хейта, дорогие друзья. Блин, я вообще эксперт по хейту. И, конечно, отдельно хочу сказать особенно сейчас большое спасибо всем, кто меня поддерживает, всем, кто пишет добрые тёплые слова, потому что, конечно, и добрые слова влияют, и хейт влияет, как минимум, иногда на настроение. Поэтому спасибо всем, кто не скупится, спасибо всем, кто выражает любовь, когда хочет её выразить. Это очень-очень приятно. Я думаю, хватит с разогревом. И перейдём к Патреону, на котором мои замечательные патроны уже ставили свои вопросы. И... А, да, у меня и на Патреоне был, кстати, такой разговор про то, что я должна быть мягче и нежнее, и всё такое. Короче, очень странно у меня осталось впечатление от... Болезнь роста. ...от общения с Мариной. Но, знаете, с другой стороны, этот хейт даже приносит мне удовольствие. Потому что я мощно отстаиваю свои границы и мощно их защищаю. И это такая классная для меня тренировка, потому что я начала делать это совсем-совсем недавно в моей жизни. И мне супернравится возражать людям, супернравится говорить, чтобы они, ну, как-то не слишком много на себя брали. И это прямо классная для меня тренировка. И я очень надеюсь, что моя броня и моя возможность защищать себя от своей границы, она... Броня нарастает, а способность становится лучше и круче с каждым разом. Сегодня что-то максимально похоже на Мартишу Адамса, честно говоря. А я, кстати, не против. Мне очень нравится эта работа. Из сериала, из сериала. Она там симпатичнее, чем в фильме. В смысле, из сериала не Вензда, а из сериала того старого. Ну, это всё равно приятно. Да. Она классная. Надеюсь, я тоже похож на... Не из Вензда. Так у нас же обложка уже была такая целая. Кстати, да. Да мне похрен. Что я хотел сказать. На самом деле, ну, вот ты... На самом деле, люди тебя никогда особо не поймут. Потому что... Это... Ну, довольно сложно представить, что такое массовый хейт. Ну, то есть, люди базово... Там, 99,9% людей через это не проходят. Потому что, ну, это свойство медийности. Вот. Поэтому это такая, что называется, внутрицеховая проблема. Но, ты знаешь, вот мне больше всего не то, чтобы жалко, а больше всего я думаю о... Спрашивают, где Бубочка. Я закрыла комп, и её сразу стало видно. О, короче, детях, которые становятся популярными. Вот это мне... Ну, я вижу это на детях и на спортсменах. Потому что, ну, мягко скажем, самые незрелые слои общества. Дети и спортсмены? Да. Ну, спортсмены не потому, что я считаю, что спортсмены глупые. Нет. Просто, как правило, профессиональный спорт... Ты начинаешь с детства эту карьеру, и ты забиваешь на все другие аспекты жизни. Потому что у тебя физически времени на них не хватает. И поэтому они не проходят через тот уровень социализации, интеграции в мир, который необходим для его адекватного восприятия. И поэтому, вот, например, как раз и спортсмены, и дети довольно часто срываются. То есть, Макалей Калкин, который в итоге там типа старчался, это очень понятная история. Он во многом старчался из-за того, что родители буквально оказывали большое на него давление. И это фактически можно было считать насилием. Его заставляли сниматься в фильмах, в которых он не хотел сниматься. У отца была нереализованная карьера суперзвезды, поэтому он мощно отыгрывался на детях. Кстати, ты знаешь, что Фуллер из «Один дома» — это брат Макалей Калкина? Я вообще не помню их по именам. Ты что? Там был Макалей Калкин, мать, которая всех забыла, и два бандита для меня. Все, я больше никого не помню. А тут, который писался, не помнишь? Нет, там еще буль какой-то был этот старой. Да. Это был бас. Я обожаю. Короче говоря, массовый хейт — это невозможно себе представить. И я очень рад, что на меня какое-то количество медийности вообще упало в момент, когда я уже был довольно взрослым и сформированным человеком. Потому что когда ты еще не... Я вижу, как многие блогеры, вот немножко, знаете, там, звездная болезнь и все прочее. Это же что? Это потому что люди вообще, ну, на них резко обваливается какая-то там большая, там, не знаю, слава, деньги и все такое. На меня ничего из этого не обвалилось, потому что я и не блогер в полноценном смысле этого слова. Но, короче, вот люди прям тяжело-тяжело проходят это испытание, я прям это вижу. Вот. Ну, у тебя, да. У нас с тобой, знаешь, что в этом смысле хорошо? У нас очень постепенно это идет. То есть нет такого, что мы в один день проснулись там всемирно известными. Я вот думаю, сейчас Александр Штефанов будет через это проходить. Не потому что он, там, я не знаю, маленький, он не маленький на самом деле. Ему, по-моему, 26 лет или что-то такое. Вот. У него просто такой baby face немножко. Но потому что вот разница между уровнем где-то есть по медийности, вот резкий скачок, это всегда большой-большой-большой наплыв любви и хейта и всего на свете. Это всегда такая тяжелая штука. Это очень интересует на самом деле, потому что важно находиться в гармонии, адекватном восприятии себя и относительно себя и относительно... А, 24 мне пишет Штефанов. Окей, да. Ну, это нормально. Это уже взрослый человек. И относительно людей и общества, в котором ты находишься. Потому что, ну, что ни говори, а мы все равно себя по нашему окружению иногда определяем. Или хотя бы частично определяем. И если это вдруг происходит так супер внезапно, то это как... Ты не успеваешь. Это как надеть на тебя одежду не по размеру. Ты в ней путаешься, ты на нее наступаешь, она тебе некомфортна. И требуется время, чтобы ты как бы дорос до нее. И ты можешь себя случайно удушить. И тут мы переходим к Никите Калагриуму, который тоже резко стал популярным, но он свою популярность решил конвертировать в политическое действие, в политический протест. И занимается тем, что призывает людей приходить на участки для голосования 17 марта в 12 часов в полдень против Путина. Не, на самом деле это очень круто. Я слышала, что как только закончился сериал, он сначала пошел по такой супер классической дорожке. Квартира в ипотеку, машина, какие-то проекты. Но сейчас, если ты заметный, то ты не можешь никак обойти политику. И круто, конечно, что... Не, ну слушай, он же сразу начал. Он во всех интервью своих с самого начала начал. Типа он против современной киноиндустрии, против современной музыки. Он считает, что все сейчас совсем неправильно, что люди стали глупее и прочее. И, ну, момент, в который он в своем, как бы, в своей критике современности дойдет, в том числе, до критики власти, которая все это породила. Безусловно, этот момент, очевидно, настал бы. Но он вот настал гораздо раньше, чем многие считали. И стал такой, ну, наверное, знаешь, как там Юрий Дудь написал про Штефанова, новая звезда политического Ютуба. Ну, вот Никита Калагриев и новая звезда политического протеста, я бы сказал. Не, я к тому, что просто был момент очень недолгий к чести Никиты Калагриева, что его чуть-чуть буквально повело там в сторону ЛДПР, то и все, но... Он сказал себе, ЛДПР, просто понимаешь, это человек, который незнаком с политическими реалиями, он изначально что думает? ЛДПР это оппозиция, ну, потому что формально это же оппозиция, он пришел туда. Якобы должен был сыграть Жириновского, но, видимо, он понял, что на самом деле это никакого отношения к оппозиции не имеет. И что это просто такая системная абсолютная история. И понял, что, ну, как бы оппозиция, она сейчас не может быть системной, потому что системная оппозиция вся подчинена Путину. Вот, и, собственно, стал выступать с такими довольно радикальными заявлениями. Я надеюсь, что он в ближайшее время будет там либо на популярной политике, либо там к Саше придет, либо на телеканал Дождь, потому что, ну... Потому что, знаешь, сейчас, типа, много обсуждений, что что фейк, что не фейк. Там постоянно делают какие-то дипфейки с его лицом, какие-то посты, якобы, от его имени. И я надеюсь, что он уже придет, выступит нормально, и как бы эта история закончится. Ну, или, может быть, он там, не знаю, работает ли команда Дудя так оперативно, но, возможно, они вот там прямо сейчас занимаются съемками, поэтому он не ходит на эфиры. Вы могли заметить, что, типа, чуваки, которые договариваются с Дудем на интервью, они на время на какое-то отказываются от других эфиров и не ходят на интервью. Поэтому, возможно, прямо сейчас монтируется какой-то выпуск, потому что, я думаю, вы видели, что у Дудя сейчас раз в неделю выпуски выходили, две недели подряд. И я надеюсь, что мы увидим Никиту Кулагриева в каких-то ближайших выпусках. Ну, круто, конечно. Мне нравится, что все так быстро развивается, так быстро меняется. И, в общем, не, Никите, респект. Будет здорово, если другие актеры сериала поддержат, пока они еще... Это настоящее слово пацана. Плюс-минус, да, на этой волне, поэтому ждем. К вопросам от моих замечательных патронов. Дэн пишет, Нино Майкл, я, может, чего-то не понимаю, но какой толк портить избирательный бюллетень? Что мешает мне государству напечатать по две копии бюллетеней и заменить испорченные? А вот людей, которые это сделали, отследить просто. Ну, смотрите, я вообще не ввязываюсь во всю эту историю с выборами, честно говоря, потому что сама процедура мне не кажется какой-либо важной, но просто ваше утверждение несколько не соответствует действительности. Вообще, каждая бюллетень выдается под росписи, она пронумерована, у нее каждый есть индивидуальный номер. Давайте так, мы, конечно, можем сказать, что российское государство сейчас может делать что угодно. Уничтожить любую бюллетень, нарисовать любую бюллетень, сказать, идти в жопу, там, не знаю, застрелить тебя на участке, да. Базово любой сценарий возможен, но с точки зрения вот того, как сейчас все устроено, да, не беря там наши вымыслы, бюллетень выдается под роспись, у бюллетеня есть номер, то есть это индивидуальная работа. Бюллетень попадает в урну, урна опечатывается, и потом из нее все достается, да. То есть могут ли быть бросы? Конечно, могут и будут наверняка. Что касается порчи бюллетеней, испорченный бюллетень записывается вот в колонку испорченный бюллетень, то есть буквально эта возможность проголосовать против всех. Поскольку процент порченных бюллетеней меньше единицы обычно всегда, то если будет процент порченных бюллетеней больше единицы, это будет, ну вот любое отклонение испорченных бюллетеней от того, как это бывает при нормальном распределении последние годы, это будет явным показателем и признаком публичным, что вот столько людей использовали это как голос против всех. Что касается вычислить вас, это тоже, а нет, там по-моему не номера у бюллетеней под роспись, там по-моему не записывается сам номер бюллетеней, потому что бюллетени-то сами анонимные, короче я не помню, но бюллетени как-то, у бюллетени есть какой-то установленный этот самый формат, выдается она под роспись, и как бы лишних бюллетеней типа быть не может, на самом деле они могут быть и вкидывать, но конкретно ваш бюллетень, который вы опустите, он все равно будет в Word, да, про номера это что-то я не то вспомнил. Надо посмотреть, как это, ну наверняка те, кто сейчас этим занимается, объясняют, они вам лучше расскажут, потому что я говорю, я вот, процедура голосования мне не кажется важной в целом сейчас, но в любом случае вычислить вас по бюллетене, опять же, с точки зрения того, как это типа устроено, невозможно, потому что голосование анонимное, вот, поэтому вычислить вас не вычислят, бюллетень ваш не подменит, скорее добросят просто других, и ваш испорченный бюллетень попадет в общее количество испорченных бюллетеней, вот, как-то так это выглядит. Насколько это нужно, не нужно, эффективно, неэффективно, это сами решайте, как бы, есть разные мнения на этот счет, как бы, я не считаю этой дискуссией важной. Я добавлю единственное, что если вам важно, даже в такой безвыходной ситуации, когда у вас один бюллетень, четыре кандидата и все за войну, все равно как-то проявить свое несогласие с их политической программой и сказать свое слово против войны, недействительный бюллетень становится, ну, таким прокси-антивоенным кандидатом, то есть его по факту нет в бюллетене, но он точно будет учитываться и считаться, и вот в этих общих рейтингах и итогах присутствовать, потому что любой голос, который вы отдадите, там, не знаю, за кого угодно, это условно администрация Кремля может посчитать как голос за войну, но это уже такие стилистические штуки в нынешнем положении, это такие мелочи, что, ну, честно говоря, легче просто поступать так, как хочется, чем вот настаивать именно на этом или на другом способе голосования. Берн Двич, замечательная и прекрасная ведьмочка нам пишет, привет, дорогие Нино и Майкл. Теперь не опоздать на семейный стрим стало еще сложнее, потому что наконец переместилось в тайм-зону минус два часа от Москвы. На удивление переезд в Нидерланды оказался беспроблемным, единственная головная боль теперь найти квартиру. Нино, спасибо за выход в дискредитацию, это было очень здорово, поймала себя на днях на мысли, что после начала войны, кажется, совсем перегорела в плане эмоций. Столько ярости и боли было, что уже ничего не осталось даже на убийство Алексея, хотя он лично для меня значил очень много. Радоваться по-настоящему тоже не получается, обычно мне такое несвойственно, чувствую себя не в своей тарелке из-за этого. Советую психолога, не надо, я сама себе психолога, думаю, со временем разберусь, что с этим делать, просто хотела поделиться. Спасибо большое за ваше мнение, за твое мнение, извините, просто мне всегда в паблике хочется обращаться на вы, понимаю, поздравляю. Слышала от ребят с дождя, когда они только-только туда переезжали, какая-то головная боль найти квартиру, ты знаешь, что там в некоторых квартирах нет пола. Это как? Ну, его просто забирают и увозят. И что там, земля? Бетон или что-то. А, в смысле, не залитый пол? Да. Так это удобно, можно свой положить, пифонить. Где ты будешь пол с собой таскать? Нет, в смысле, заказать пол, залить пол. Ну, не супердорого, но зато ты сам выбираешь. Ну, блин, это всё равно, понимаешь, такой геморрой. Я бы вот у нас гостиной перезалил, честно говоря, потому что там он уже поехал. Слушай, а мы можем банить людей за фейки в чате? Да. Ну, вот, например, тут вот человек пишет, что если испортить бюллетень, то это считается как то, что мы не против войны, но кандидат не устраивает. Против войны открыты только Дованков. Это безумие какое-то. Это неправда, Дованков поддерживает войну, и давай будем банить за фейки, потому что я не люблю распространение дезинформации. Вот, любой вам, кто говорит, что Дованков против войны, человек, который вас обманывает. Более того, если вы послушаете дебаты Плющева и Каца, и Каца с точки зрения человека, который громче всех кричит, что Дованков антивоенный кандидат, Каца в этих дебатах прямо признается, что он врет, что он говорит не всю правду, что просто, если назвать Дованкова антивоенным, будет легче убедить за него голосовать. Так, ну, это стандартная история с его манипуляциями, он много раз признавался, что он врет, просто его аудитория это не смущает. Ну, как бы я не собираюсь обсуждать Каца, потому что после того, как он призвал выступать за Дованкова и сказал, что это антивоенный кандидат, я добавил его канал на ютубе, не показывать видео с этого канала, и все, Максим для меня теперь умер, я не готов его обсуждать ни в таком контексте. А что касается Дованкова, нет, это не антивоенный кандидат, это провоенный кандидат, причем как раз это такой молодой Путин. Собственно, Путин вот ровно с этого же всего начинал, причем примерно в том же возрасте, чуть-чуть постарше, по-моему, Путин был. И у него такая же антимигрантская риторика, у него провоенная риторика, значит, мир на наших условиях и все прочее. Поэтому можно, не имея ничего против того, чтобы вы голосовали за Дованкова, как за Харитонова, так и за Слуцкого, потому что не имеет никакого значения, на мой взгляд. Но говорить, что Дованков антивоенный кандидат, это просто вранье, а я против вранья. Вот, поэтому как бы давайте без этого. Можете рассказывать об этом у себя в соцсетях, если вам нравится расписать вранье вперед, но не надо писать об этом мне в личку, здесь в чате, на моем канале. Мы с ним не любим вранье, мы категорически выступаем против вранья, это наша давняя позиция, причем там вранья с любой стороны, провластного, антивластного, я вот против этого. И, собственно, это была одна из причин, почему Арестович перестал ко мне ходить. Я не знаю, помните вы или нет. Значит, там это, перед тем, как Арестович перестал ко мне ходить, в то время, когда он еще был за Украину, он рассказывал, ну, мы с ним делали еженедельно такие штуки, три или четыре выпуска, и вот в последнем как раз он начал рассказывать, что мы там убили еще пять генералов. Я говорю, Алексей, типа, вы уже вот, посчитай количество генералов, которые вы заявляете убитыми, их там вот столько получается. Я говорю, это невозможно, более того, часть генералов оказывается потом, что жива. Вы выдумываете это или нет? Ну, я как-то по-другому спросил, но в этом контексте. И он что-то как-то вот туда-сюда начал вилять, и все, и после этого он мне сначала две или три недели писал в следующий, что он занят, а потом перестал отвечать. Вот, поэтому мне не важно, кто именно врет, ну, типа, для меня просто вранье неприемлемо. Вот, поэтому хорошо, что есть Никита Калагривы, который поддерживает акцию «Полдень против Путина» и не позволяет себе врать абсолютно. Конечно. Вот, он абсолютно честен со своей аудиторией, мне кажется, это важно. Кстати, да, вторая волна была, вот эти последователи Надеждина очень сильно пересекаются с аудиторией Катса. Да, так я и говорю, странно, что они за Дованкова никого не топят. Я просто вспомнила... Политика партии изменилась. Да, я просто вспомнила... Нет, они, может быть, и топят, но, да, в толпе... Две смены? Да, в толпе хейтеров их тоже было достаточно. Нет, причем, чтобы вы понимали, у меня нет проблем с тем, что Максим призывает голосовать за Дованкова. Типа, окей, просто врать не надо. Да, да, это вот единственное, что... Потому что, ну, если вы меня спросите, кто наиболее оппозиционный из тех согласованных путинских кандидатов, то, конечно, Харитонов. Ну, то есть, Харитонов, он гораздо оппозиционный, он говорит, надо всю разрушить, забирать эту систему, снова установить Советский Союз. Вы видели ролик Харитона? Видно? Где он кулачок сжимает, как Симпсон? Это же уморительно. Не как Симпсон, а как этот мем. Не, как Гомер Симпсон, вот есть вот это вот, типа, где он кулачок сжимает. В общем, это уморительно. Вот, поэтому, поскольку, насколько я понимаю, все консолидированы в том, что, типа, надо приходить и голосовать против Путина за любого или портить бюллетень, то, как бы, это не противоречит концепции Максима, но вранье недопустимо, на мой взгляд. Как бы, это неправильно. Ну, можно было послушать стрим про спасение группы Би-2, чтобы уже задаться вопросом, возможно ли ложь во спасении. Ну, не будем глубоко в это уходить, честно говоря. Киберлера пишет Драгинину и Майкл. Привет вам из Берлина. Первый вопрос. Можете пару слов сказать про человека, который у вас на обложке? Я правильно понимаю, что ситуация с этим актером аналогична тому флешмобу, который устраивают украинцы в соцсетях Ани Лорак, благодаря ее за донаты с СССР? Ну, это было уморительно, кстати. Я видел этот флешмоб, он-то не очень, он засветился в русской языке, ну, в смысле, в российском сегменте соцсетей, но даже был уморительно. Если да, то почему бы все ополчились именно на него, и как лично вы к этому относитесь? Значит, ответ, почему столько внимания Никите именно, хотя есть много антивоенных действительно спикеров. Я вам так скажу, не пытайтесь доказать, не пытайтесь опровергать мем. Если вы опровергаете мем, вам жопа полная. Никогда не боритесь с мемом, иначе будет очень и очень плохо. Такие дела. Да. Ну, а как относитесь? Ну, так, следим за... Ну, мне нравится, ну, да, да. Я считаю, что это самое яркое современное высказывание Олега Тинькова, так сказать, и их дальнейшей судьбы. Да, массовый мем, это круто на самом деле. 100%. Вопрос номер два. Слышали про очередное заявление Папы Римского, намекающее на то, что Украина должна сдаться. Как в 2024 можно оставаться таким тупым гондоном? Спасибо за стрелку. Не, ну, они уже сделали заявление, что, типа, вы нас не так поняли, все такое, но, слушайте, почитайте, как и когда Ватикан независимость, типа, получал, при каких обстоятельствах, вот, и фоточки посмотрите с того периода, и много интересного вам откроется. Поэтому у Ватикана как раз довольно обширная практика по, так сказать, поднятию белого флага перед фашистами разного рода. А базовый, я вообще не понимаю, почему кто-то слушает Папу Римского про войну и страны, типа, мы же не спрашиваем у Владимира Зеленского, что он думает про католичество, правда? И не спрашиваем у Владимира Зеленского, что... Да? Не спрашиваем. И не спрашиваем у Владимира Зеленского, что делать с католиком, правильно? Так и пусть Папа Римский, так сказать, завалит ебало. Извините за мой французский. Вот, я, поскольку не очень уважаю в целом его как институцию, то я считаю, что много чести. Бутникан. Видишь? В чате Бутникан. Бутникан, да. Не, у меня картинка смешная, ещё я, может, даже покажу вам. Но, да, мне кажется, что кейс с Папой Римским в очередной раз нам напоминает, что не обязательно какая-нибудь большая и крупная должность человека делает его экспертом во всём. Если он где-то достиг высоты, то совсем не делает его экспертом во всех других властях, поэтому, может быть, Папе Римскому действительно... Занят своим делом, ну. Лучше, да, оставаться в рамках богословия и не упомянуть... Да, мне нравится Папа Римский в том смысле, что он несколько изменяет устоявшиеся догматы и делает церковь более либеральной. Он, правда, делает это из собственных соображений для того, чтобы не терять паству. Но это нормально, это его сфера компетенции. А когда он лезет в... Блин, на кого он тебя или на меня его поставит? Да, да, он на меня упирается. А мы можем как-нибудь в микрофон прилазить, чтобы он мне в голову не лезет? Блин, изначально же так же было. Теперь он режет только бубана. Бубан его сейчас покусает. Да, всё, с Папой Римским разобрались. Несите следующего. Наталья Васильева пишет. Привет, любимое семейство. Хотела сказать отдельное огромное спасибо Майклу. Александра Гермажапова пишет в чате, что Папа Римский заявлял об особой жестокости бурято-чеченцев. И не только Папа Римский. Нет, в том смысле, что... Да, это странное-странное такое выделение. Мне кажется, что национальность не определяет. Определяют приказы, которые поступают. И, собственно, конкретный выбор конкретного человека. Наталья Васильева пишет. Вот, привет, любимое семейство. Хотела сказать отдельное огромное спасибо Майклу за видео про фейковые посты и тиктоки об Украине. Очень важный виден, да. Тренерка по фитнесу живет в кривом роге. И она в последнее время часто смотрит разоблачительные тиктоки про украинское руководство. Мы уже несколько месяцев довольно безуспешно пытаемся ей донести, что не факт, что этим видео можно верить. Они могут быть пропагандой, так как против Украины ведется в том числе и информационная война. Она вроде соглашается в моменте, но через пару недель рассказывает о новом тиктоке. Есть ощущение, что она и ее окружение настолько устали от бесконечной войны, что им хочется найти виноватых внутри страны. Это безумно грустно с учетом того, что люди живут под ежедневные звуки сиренных страхи, что что-то непоправимое может в любой момент случиться с ними или их близкими. Но видео Майкла, мне кажется, очень важно. Это прямое доказательство того, как украинское общество пытается расколоть изнутри. Это правда. Действительно важное видео. И просто в чем была проблема, что статья, на котором она основана, Washington Post, она вышла то ли 16 февраля, то ли 17 февраля. И, мягко скажем, русскоязычному пространству было не совсем до этого. А действительно очень важные публикации, потому что Россия прям осознанно, гигантскими масштабами пытается расколоть Украину изнутри с помощью дезинформации. Там есть несколько методов, и при этом они делают это. Ну, российская пропаганда внутри России уже не очень эффективна. Но масштабы российской пропаганды, направленной за рубеж, это жопа полная. Ну, то есть туда тратятся прям миллиарды, не только в Украину, но и в разные западные страны. От польских фермеров, которые тоже инспирированы российской пропагандой. Вот помните тот, с которым я ездил с табличкой, оказалось, что он связан напрямую с российскими спецслужбами. Это прям мощное оружие, потому что Россия не может победить на поле боя ни Украину, ни НАТО. Однако Россия действительно много делает для того, чтобы раскалывать общество, потому что эти общества не готовы к таким низким приемам. Понимаете? И в этом проблема. И современные соцмедиа, они сделали возможным распространение любой дезинформации. И, ну, прям невероятные усилия прилагаются. При этом, я даже оговорился несколько раз в видео, это не значит, что в Украине нет проблем. Конечно, есть. Есть и коррупция, есть и плохие решения, есть и конкретные там командиры, которые делают неправильные решения. Более того, об этом говорит сам Сырский. Но проблема в том, что Россия берет вот эти уязвимые места и раскручивает их до невероятных масштабов и активно врут. И делают это довольно технологично. То же самое, например, делает Хамас. То есть они в соцмедиа то же самое делают фейковую информацию распространения в ТикТоках, во всем остальном. Как бороться с этим, понятно, не до конца. Проблема пропаганды обсуждалась с нами на прошлом стриминге, но засчитывала, что на самом деле невозможно переубедить человека, который поддался пропаганде. Почти невозможно. И это было действительно для меня важное видео. Я буду думать, как еще и что говорить и делать. У меня есть идея сделать видео про Арестовича. Ну, давай. Я сначала думал, что как бы я не могу его делать, потому что это внутриукраинский вопрос. Но пару недель назад Арестович подчеркнул, что он русский. А если он русский, то получается, это уже моя сфера ответственности. Получается, что могу. Поэтому если бы он остался украинцем, то я бы не полез. Как я не могу лезть, например, на Шария. Это ваш, те, кто из Украины, внутриукраинский вопрос. Я стараюсь не лезть в украинскую политику. Во-первых, потому что разбираться там надо. А во-вторых, потому что, ну, с какой позиции я могу это делать. А вот Арестович, как человек русский, как человек, которого теперь цитируют в основном Z-каналы, как человек, который общается с Z-каналами, как человек, которого любит российская пропаганда, я думаю, что я имею на это право. Вот. Такие дела. Поэтому, да, пожалуйста, там дохера проводов. Бубан, тебя же бахнет, шандарахнет. Ты что? Идем дальше. Мы переходим к Digital Duck. Спасибо большое патронам. Если вы вдруг, мои патроны, еще не прислали свой вопрос, сделайте это в любой момент, пока мы в эфире, и мы обязательно к вашему вопросу вернемся. И вообще, все, кто подписан на Патреон, на любой тир могут прислать вопросы на стримы в неограниченном количестве. Удивительно даже, что совсем немного людей пользуются. Если возможности, ну, может быть, ровно такой запрос. Блин, в Израиле есть радио, которое называется «Лучшее радио». Блин, может назваться «Лучший канал». Давай. Может назваться «Популярный канал». И у них есть программа, которая называется «Глугозник». Понятно. Ладно. Идем дальше. Переходим в Digital Duck и смотрим, что же нам пишет Юля. Привет, Нино, Майкл и Бобочка. Как вы отнеслись, прожили момент реакции украинцев на смерть Алексея? Почему не работает враг моего врага, мой друг? Я была поражена таким радостным злорадством. И это не бота для примера может посмотреть реакцию Владимира Золкина, Романа Цымбалюка, вся влага. Дорогие друзья, вам какая нахер разница, какая украинцев реакция на смерть Навального? Вот правда, меня это удивляет немножечко. Во-первых, украинцы не гомогенные. Есть те украинцы, которые мне под роликом про Навального писали, типа, Майкл, понимаем вашу утрату. Есть те, кто мне это лично писали, люди из Украины. Согласна, у меня вся личка Инстаграма, пока я репустил вообще все, что я могла найти, она была по многих и многих людях из Украины, которые выражали соболезнование. Даже есть Владимир Зеленский, который на совместной пресс-конференции... С кем это было? Мне кажется, он отдельно заявил. Нет, это было на совместной пресс-конференции. Мы не хотели бы... Нет, нет, нет. А, кстати, да, 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 по-моему, в рамках нее, где он тоже сказал про Навального. Вот, поэтому украинцы, во-первых, бывают разные. Не надо вот вообще всех объединять в какие-то вот такие гомогенные группы. Человек от человека сильно отличается. Независимо от общности, к которой он принадлежит. Это раз. Второе. Вам-то какая разница, кто что говорит про Навального? Правда. Мне кажется, это так странно. То есть, ну, не нравится, не простил кто-то Навального за его слова. Или, например, я знаю, что существует такой троп и паттерн у некоторых украинских спикеров, так сказать, оппозиционных, но нет, типа, просто украинских спикеров, что, например, многие из них изумились двум вещам. Первое, это насколько оппозиционные, оппозиционные россияне, значит, знаете, как было? Многие начали писать посты, что, типа, ну вот теперь пиздец, типа, теперь очень плохо. И украинцы такие, а ничего, что два года нас убивают? Типа, как бы, ребят, вот вы, как бы, и начали писать, что, а вот вышли на прощание с Алексеем тысячи россиян. И снова каких-то украинцев это задело, потому что, типа, окей, а что вы не выходите, когда убивают нас просто толпами? Второе, это внимание со стороны, насколько я понимаю, Евросоюза и Байдена, что, типа, слушайте, очень все это, конечно, здорово, но почему настолько повышенное внимание, когда у нас тут, вот, нас каждый день убивает? Справедливые ли претензии? Наверное, нет, в том смысле, что, как бы, ну, Навальный уж точно не при чем того, что воюет Россия сейчас. Наоборот, он против этого выступал. Но, тем не менее, опять же, у людей, которые эмоционально находятся в ситуации, когда каждый день их жизнью угрожает опасность, когда их близкие вопросы, все, у них могут быть эмоциональные, в том числе, агрессивные реакции вообще на все подряд. Вот, есть украинцы, которые, там, меня не любят и плохо относятся и прочее, прочее. Вот, я помню, у нас была застерненка какая-то переписка в Твиттере смешная. Это такой блогер украинский, который активно собирает на ВСУ. У него какой-то есть такой правый немножко бэкграунд, вот, но в целом у него, я смотрел его несколько роликов, да, довольно прикольный чувак, судя по всему. Вот, и он тоже там в Твиттере что-то было. Он писал, типа, украинские медиа, прекратите звать Майкла Маги. Вот, и я что-то написал, что, типа, йоу, да это, ну, просто мои ролики перезаливают, а говорю, есть какие-то претензии ко мне? Он говорит, к тебе, типа, я обращаюсь к медиа, а не к тебе. Я говорю, ну, есть ко мне претензии, нет, окей, я дальше пошел, как бы, проблем нет никаких. Вот, поэтому, как бы, у людей своя реакция, у каждого человека своя индивидуальная реакция, продиктованная его индивидуальными какими-то положениями. Вот, поэтому, как бы, мне неинтересно, кто и чего пишет о... Точнее, не совсем так. Я веду учет небольших Z-каналов и небольших пропагандистов, ну, в том смысле, не топовых пропагандистов, которые пишут какие-то гадости про Алексея, про Юлю, вот, или про сторонников Навального. Вот, я веду их учет, и у меня, скажем так... Есть список. Ну, да, в общем, есть несколько задумок. Но во всем остальном каждый имеет абсолютно право, мне кажется, относиться к Навальному, как он хочет. Включая... Единственное, что меня бесит, это когда люди, которые при жизни о Навального поливали по-моему постоянно, которые рассказывали, какой Навальный плохой, которые рассказывали, какой ФБК плохой, которые рассказывали, какой Навальный радикал, как он во всем не прав. а теперь типа проводят всевозможные показы фильмов вечера в память о Навальном и рассказывают какой он замечательный, ну то есть мне кажется это такое безумное лицемерие вот это единственное, что меня прям вымораживает даже больше, наверное, чем зад каналы, ну с этими людьми я не собираюсь ничего делать вот, но просто мне кажется это поразительное абсолютно ну куда ты ползешь поразительное абсолютно двулищие мерзость просто, которая ну в моей главе нет оправдания я бы, ну может люди поменяли свое мнение, так бывает, и я надеюсь на это, и может быть они знаете как, ну любая трагедия это опыт, и я надеюсь, что люди сделают из этого вывод какой, что они перестанут делать то, что они делали по отношению к Навальному, да, то есть типа когда люди, каждый его шаг, всегда говорят, что это неправильно и прочее, а теперь говорят, что он герой, и что они вот теперь к людям, которые в том числе продолжают дело Алексея, в том числе Юля, в том числе ФБК что они просто будут не то чтобы лояльнее, но хотя бы не мешать своими мудацкими абсолютно предположениями версиями, идеями и прочее, но уже сейчас я думаю очевидно, что нет, эти люди не поменялись и они будут делать все то же самое просто теперь они еще будут добавлять как они все любили, обожали Алексея и каким он был для них примером хотя лично Алексей прямо писал, в том числе в последний год как он считает их всех абсолютно пособниками Путина отмороженными и вообще что с ними нельзя иметь никаких дел поэтому каждый раз, когда не знаю, когда вы задаетесь вопросом когда человек апеллирует к Навальному и напрашивается постфактум к нему в лучшие друзья просто вы посмотрите посты Навального последних лет и выпишите просто списочек фамилии оттуда, не знаю, если у вас память плохая чтобы не забывать как Алексей относился к этим людям кем он их считал и почему он так считал вот, потому что вот это лицемерие оно, конечно, меня очень раздражает не то, что я претендую на какого-то, знаете не знаю, лучшего друга Алексея нет, мы не были лучшими друзьями и друзьями, наверное, тоже так просто общались, переписывались вот, ну, когда люди прям выходят и ну, короче, вы поняли видите, сложно формулировать та же тема для меня такая болезненная, неприятная и, естественно, как я, по-моему, уже анонсировал, да, список список, который я передам тебе на случай своей смерти который нужно будет опубликовать чтобы эти люди даже не смели рассказывать, как они меня любили как я им нравился у меня есть название для этого списка но там неправильная риторика поэтому надо найти другое оскорбление которое будет к ним первым типа список ну, очень хорошо звучит да, увы, увы это слово, да оно очень 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 ко всему подходит одно из самых сложных слов для того, чтобы его искоренить в своей лексиконе я уже публично перестал его употреблять совсем но не публично не всегда получается подумаем, подумаем да, как этот список озаглавить Григорий пишет точнее, Григорий сначала сори, но цори на неком стриме ведущих спросили, почему они не зовут Осечкина популярные ведущие назвали его проходимцем от правозащиты ссылаясь на расследование проекта ок, молодцы при этом у них журналист-веник политик как это работает в вашей среде пока нет расследования все божия роса чмоки я абсолютно с вами согласен я как бы подписываюсь под каждым словом ну, то есть если это ваше сообщение в защиту Осечкина то нет а если, скажем так немой вопрос застыд на ваших устах в чем разница то как бы этот вопрос у меня давно и он не немой и как бы я регулярно это проговариваю в том числе тем самым людям которые этим занимаются Григорий пишет вчера в Штутгарте ходили в кино на документалку Навальный сейчас смотрится совсем по-другому когда фильм начинается со слова Алексея о том, что это непосмертный мемориал а трейлер о неудавшемся покушении когда помнишь все эти события и насколько другое было время да неприятно да ну что делать не, знаете из этих историй меня больше всего поездом переезжает от того, что я понимаю что Алексей этот фильм и не видел ну типа он же не видел итоговый фильм и это типа как молотком по голове очень неприятно Машка пишет Майкл, спасибо большое за поддержку приюта для собак в Араде благодаря вашему участию мы в последний день смогли собрать нужную сумму и ребята продолжают работать февраль был очень тяжелым месяцем просто ужасным и для многих моих друзей это стало единственным хорошим событием спасибо вам за то, что вы делаете ну мне такое спасибо это все ребята, которые поддержали которые задонатили которые помогли с этим всем причем там какая-то мудовая система я вам честно признаюсь в следующий раз попробуйте на другой платформе это сделать потому что там короче краудфандинговый сайт в котором условие такое что типа ты собираешь сумму вот за определенный срок она собирается и вот если она собралась тогда ты ее получаешь а если она не собралась то все обнуляется здесь вторая проблема многие люди, которые донатили писали, что типа я не понимаю у меня списалось не столько, сколько я задонатил а не списалось не столько, сколько он задонатил потому что списывается уже в конце когда вся сумма собрана если она одобрена тогда уже у вас списывается карта но при этом еще и списывается комиссия самого сервиса она вот уже списывается независимо от того что произойдет дальше короче жестко мудовый сайт пожалуйста если есть возможность в следующий раз просто сделайте либо прямой донат и там страничку на этом самом на тильде напишите, где будет просто отображение донат-бара, либо через там, не знаю, донат-пэй, еще чего-нибудь такое. В общем, ну, вы же Израиль, техническая страна. Вот, а так, спасибо вам большое за то, что вы делаете, и спасибо, собственно, всем, кто принял в этом участие. Я, видите, как бы, моя позиция не изменилась. Она заключается в том, что мы не можем с вами прямо сейчас остановить войну. То есть нет такого действия, которое мы сейчас с вами сделаем, и война резко остановится. Мы не можем прямо сейчас с вами посадить или убить Путина. Мы много чего не можем. Мы можем делать совокупность действий, которые приближают момент, когда мир станет лучше. И вот поэтому на этих маленьких действиях я буквально и жену здесь... Жена, вот, жена тоже помогает жить. Я и живу. Типа, тут собрали на фургон для пограничников в СОО, здесь на дрон, здесь на приют для собачек. Вот, это и есть, на мой взгляд, то, что мы сейчас можем все делать. То есть, совокупность маленьких действий, которые приводят к большим изменениям. Поэтому, да, спасибо всем, кто поучаствовал. Переходим в суперчат Ютуба, кстати, мы сегодня супероперативно, поэтому у меня есть ощущение, что мы закончим не то, что не через полтора часа, а есть ощущение, что даже меньше, чем через час мы закончим себе иный стрим. Давно такого не было, но понимаю, у многих весна, хорошая погода, что, наверное, и прекрасно, на самом деле, солнце реально помогает, особенно... Моя школа. Саша, донатов мало, разойдемся через два часа. Да-да-да. Я не то, чтобы боюсь, честно говоря. Да-да-да, конечно. Понимаю, понимаю. Понимаешь? Да, понимаю. Так что, да, дорогие друзья, ссылка, ссылка на донаты в описании. Суперчат, кнопка с долларом прямо под чатом. И что еще? Патреон. Патреон Ненуэр Себашвили. Подписывайтесь, поддерживайте. И там вы можете задавать сколько угодно вопросов, абсолютно бесплатно, точнее, по ежемесячной подписке. Ну, кстати, по любой, мне кажется, подписке. Нет, по ежемесячной. Ну да, но... Любого уровня. какого-то датирования, определённого. Что? Ну, точнее, там наверняка что-то есть, но, блин, я вообще не ограничиваю просто feel free, что называется. Переходим в суперчат Ютуба. Кстати, в чате для самых прозорливых уже давно-давно висит интерактивные... А, это то, что в кан... Ой, это хорошо, это придумал. Ну, это не я, это я подглядела у Тани, а как это сделать, мне объяснил Егорка. В общем, там интерактивная такая штука, вы в неё переходите и там же оставляете вопросы, чтобы мы с Майклом конкретно увидели, что вы нас спрашиваете. Правда, к сожалению, это не даёт вам стопроцентной гарантии, что мы обязательно прочитаем и ответим на ваш вопрос, но, как минимум, мы его увидим. Георгий Балюба... И, возможно, увидит Никита Калагрива. Да, ведь мы с ним встречаемся после этого стрима. Ну, зайчик. Ну, сколько раз безопасность обсуждали? Хорошо. Ну, безопасность Никиты Калагрива вы не обсуждали до этого. Ну, это... Слушай, это сейчас самый популярный актёр в России, который выступает против Путина, и он находится непосредственно в России. Поэтому не надо, когда мы там с ним созваниваемся, когда не созваниваемся. Его спецслужбы прижмут, это будет на твоей совести. Ладно, не хотелось бы этого. Спецслужбы не прижимайте, пожалуйста, Никита Калагрива. Да, да, это всё выдумка, это всё форса и фейк, это мемы, это вообще не обращайте внимания, это всё не по-настоящему. Присылает нам Георгий Болю 499 чешских крон, и не просто присылает, но вместе с Грушей, которая разбрасывает конфетти, танцует очень мило с тросточкой и шляпой, и говорит «You are amazing». У нас сегодня был с ним разговор в патрон-чате. У меня, короче... Да? Да. Это тот, который был самый-самый первый? Да, да, да. А я смотрю, я думаю, что-то знакомое. Да, да, это было. Круто. Георгий, вы бы знали, как много вы сделали. Да, да. Вот. Короче, у нас сегодня был разговор. Я вообще же люблю думать всякую фигню. То есть мне вот... Ну, я не очень люблю думать про политику, про войну и про всё остальное. Просто приходится два года последних активно. А вообще я люблю, ну, всякие мысленные такие эксперименты. И я сегодня вот о чём задумался, что мы обсуждали. Есть же фильмы и книги, где есть такой троп, что к тебе приходит дьявол и предлагает тебе продать душу за некоторую компенсацию. То есть ты что-то... Ты что-то... Ты что-то захочешь, ну, хочешь, и он тебе говорит, такие продай душу. Хочешь водички? Ты не хочешь дослушать? Хочу. Дослушай. И я задумался, это же супер дебильное, если к тебе приходит дьявол, то есть своим явлением доказывать, да, как это, последнее доказательство бога, дьявол, приходит и показывает, что, ну, религия существует, что христианство существует, что существует рай и ад. И он тебе что-то предлагает. И дальше же, мне кажется, вообще неважно, что он тебе предлагает. Потому что, если ты получил стопроцентное подтверждение, что есть рай, что есть ад, то у тебя дело за малым. Тебе надо 30-40 лет прожить жизнь по книжечке, где написано, что надо делать, чтобы было вечное блаженство и кайф. Типа, какой здесь смысл, если ты получил стопроцентное подтверждение отдавать свою душу за что угодно земное, вообще неважно за что, машины, там, женщины, деньги, не знаю, какая разница, если ты получил стопроцентное подтверждение, что вот это на земле сейчас полная херня, то есть ни на что не влияющая. Я не понимаю, почему вот все такие дебилы. Бывают люди, ослепленные своей мечтой. Ну, дурачки, я и говорю, ну, то есть, типа, не один человек здравый, не твердый. Если приходит дьявол и доказывает тебе, что это дьявол, после этого ты должен сказать, братан, спасибо большое, теперь я точно знаю, значит, что есть. А с чего ты взял, что вот это прям точно дьявол? Может, это какой-нибудь джинн или древнее божество, которое... Так ты у него уточняешься, типа, братан. давно мы верим древним божествам и джиннам, которые берутся из ниоткуда и говорят... в любом случае, это обозначает существование некоторых сверхъестественных сил. Да, так может быть, это просто из другой игры зашел персонаж. Так в этом и смысл. То есть, теперь твое предназначение в жизни должно заключаться в том, чтобы узнать, из какой именно и выполнить все необходимые условия. Потому что в любом случае наличие любых сверхъестественных сил доказывает, что жизненный путь это лишь часть самой идеи. Вот, и если тебе предлагают, ну, если твою душу предлагают забрать, джинн не забирает, по-моему, твою душу. Джинн немножко иначе работает, если я правильно понял. Ну, какая разница? Я же так... Разница большая, потому что, ну, ты же не просто душу отдаешь, ты обрекаешь себя на вечные страдания. Вот, и нафиг тебе это надо. Ну, то есть, это чушь. То есть, если ты получил 100%... Подожди, а как человек без души в аду попадает? Так, ну, его душа в аду. Его душа у дьявола, конечно. Иначе в чём сделка по твоему? Типа, дьявол такой, просто... Что? Нет, ты будешь вечно мучиться в аду. Ты как человек представляешь существовать? Почему дьявола... Почему вообще люди в ад попадают? Что бог соревнуется с дьяволом, за то, значит... Они попадают туда, потому что фальсифицируют кубер. В том числе, в том числе. Вот, короче, в этих условиях идти на сделку с дьяволом может только, ну, добил, реально. Потому что ты получил подтверждение, что жизнь... Ибиализм осуждаем. Идиот. Осуждаем. Дурачок. Осуждаем. Нет, не осуждаем. Дурачок не осуждаем. Дурачок неиблизм, по-моему. Короче, если ты выяснил, что, типа, ты будешь кайфовать там одну сотую доли процента твоей вечной жизни, а всё остальное ты будешь мучиться, ну, это кто пойдёт? Зачем это? То есть, ты получил стопроцентное подтверждение. Всё, иди, ешь, молись, люби, исповедуйся, и вперёд. Можешь вообще в монахи пойти, там, 50 лет отторабанить, но зато с гарантией, с гарантией, знаешь, какая-то крайняя пенсия для менты, а с гарантией, что ты, короче, ты, по-моему, из 7 твоих поколений, если я в православии правильно помню, если ты идёшь в монахи, то ты из 7 поколений твоих попадают в рай, независимо вообще от условий. Или надо там в древе своём покопаться. Да-да-да-да-да. Но нет, просто религия – это чушь, поэтому, ну, как бы, этот вопрос не стоит на повестке дня, но просто вот я задумался об этом, и мы потом обсуждали как раз в том числе с этим человеком, что делать с религиями и как это запрещать или не запрещать. Нино, дай майку высказать уже свою мысль. Вы что, почти только я и говорю в целом на этом стриме. Нет, дай Нино майку высказать свою мысль. Почему майку, почему-то? Ладно, извините. конкурс мокрых майклов. Мне просто жарко и хочется пить. Иди, иди, пей. Смотрю, что Бубан не сбежал. Ну, а как я могу это проконтролировать? Бубан, не сбегай, пожалуйста. Так, дорогие друзья, во-первых, вы можете насладиться Бубаном. Тихо-тихо-тихо-тихо. Бубан, просто видите, очень привязан к Нино, поэтому, когда она уходит, Бубан, очень-очень-очень страдает по этому поводу. Тем временем, я вам напоминаю, что можно... Ну, нет, ну, нет, ну, нет, ну, нет, нет, Бубан, нет, пожалуйста, пожалуйста, ну, не надо, ну, тут семечки на полу, ну, ты все сожрешь, ну, ты все сожрешь, не надо. Вот пишет Попиндосин 228. Наки не читал Библию, он не знает, что следовать заповедям ради личной выгоды не даст права попасть в рай. Ну, нет, я читал Библию, именно поэтому я знаю, что на самом деле никто не попадает в рай после смерти, там другой механизм, но в любом случае нет, там концепция несколько другая. Это не работает с раскаянием, что если ты, значит, не искренне раскаялся, то не считается. Но опять же, там нет критериев искренности, поэтому базово, да, Бубан, как и индульгенции в свое время, у тебя есть очень простой механизм, каким образом попасть в рай. То есть тебе достаточно просто не грешить, если ты не грешишь от личной выгоды, то нормально. Still count, да, то есть считается. Там есть вот как раз как-то исповедью и прощением, и прощением есть моменты, но не суть, это не так важно, потому что религии, ну, ничего не делают, они не существуют, это фигня полная. Вот, религия это остатки знаний, из которых сделали часть системы управления этим миром, пишет, Q77, не, они изначально и были сделаны, они изначально под это были сделаны, но это отдельная история, когда-нибудь потом, когда-нибудь потом. Вот, откуда у монахов потомки? Так можно сначала сделать потомку, потом по настрюмить им. Вообще, многие, многие так делали. Более того, есть же родители, есть, там, по-моему, в две стороны идут, и родители, и братья, и сестры, и кто-то кудрит. Хочешь сделать нашу собаку алкоголика? Хи-хи. Ну, ставь туда, наверное. Не знаю. Что за цирк? Ну, ставь на стол, Саичек, только подальше от ноут своего, чтобы не прокинуть. Ну, теперь у нас Бубан жопой к зрителям. Поставь с той стороны. Что за собачье порно? Иротика. Бубан, вот здесь. Бубалех. Вот, смотри. Все, продолжай стрим. Да, всем спасибо. Блин, круто, какие-то большие каналы заходят, смотрят стрим. Спасибо, что вы здесь. А я больше благодарю маленькие каналы, точнее, просто обычных работников, дорогие друзья. Да, продолжаем тем временем. Я человек... А, кстати, я хотел... Подожди, стой. Дайте Майклу сказать. С чем ты вообще начал позатону нам рассказывать? Это с патрона, что мы обсуждали в чате. Все, смотри, почти все выпало. Да. Она не выпила, она все вылила. Бубан, можно убрать, пожалуйста? Что, идем дальше? Так это еще можно, я скажу? Я вот сейчас сказал, что я человек из народа и вспомнил счет на свою претензию к Галкину. Значит... Ты вообще не из народа? Не, я-то из народа как раз. А вот Галкин такой, что-то типа, а вот приходишь в поликлинику, говорит, и сидит очередь, и такой, мне только спросить, а я понимаю, что Галкин не сидит с бабушками в очередях. Можно сидеть просто в дорогих клиниках в очередях? Да нет, там не так все устроено, наверное. Ну ты был когда-нибудь в дорогих клиниках? Может, там тоже есть? В очереди с бабушек? Просто очень дорогих. Очень богатых бабушек? И всем только спросить? Да? Короче, не знаю, мне кажется, он так припедняется, хотя очевидно, что, ну, ё-моё, человек последний 10 лет в замке жил, буквально в замке. Вот, короче, странно. И лекари на каретах к ним приезжали? Не, на Майбахах. Я помню там, когда Пугачёв приезжал в последний раз в замок, там пропагандисты угорали, что, типа, вот замок стоит, а к нему абсолютно раздобанная дорога. Они такие, ну, чё вы не можете дорогу сделать? Я в целом с ними согласен был. Ну, это буквально твоё село, там, типа, твой замок. Даже Медведев на наворованные деньги сделал село, в этом смысле, дорогу в своём родовом селе. Идём дальше. Артём Марусич. Привет вам. Майкл. Что ты думаешь про анархию в конкретных случаях, когда государства уже утратили все позитивные функции? Не лучшая ли альтернатива? Нет, просто нормальное государство. Нормальное. Слушайте, государство в первую очередь идёт в институты. Есть книжка Аджимоглу и, как второго зовут? Робинсон. Робинсона называется «Узкий коридор». И она вот как раз про это, про государство в узком коридоре между диктатурой и, соответственно, анархией. И они как раз рассказывают на статистике и на политической компартивистике, что является наиболее благоприятной формой для существования общества. И там прям доступно с примерами и со всем остальным объясняют. Очень рекомендую, если вы интересуетесь этой темой. Ну, а сама по себе анархия, ну, она невозможна на больших масштабах. Типа, анархист не может построить систему здравоохранения. Вот. Если вы скажете, что будут частники соревноваться, ну, это невозможно без системы... Регуляции. Нет, без регуляции возможно, невозможно без системы охраны. Ну, то есть, в том смысле, что, типа, если вы скажете, что участники будут ее охранять, то это значит, там, перестрелки между участниками. Фактически это будет война-бан. То есть, это будет не анархия, это будет просто такой синдикализм или даже не синдикализм, скорее, а вот история с, ну, там, крупными, какими-то крупными игроками, которые между собой будут соревноваться. То есть, это не будет чистой анархии ни в каком виде, и все попытки построить анархическую коммуну, они при масштабировании всегда заканчиваются сплачевно. То есть, анархия, она почти неотличима от коммунизма, вот в его проявлении, значит, не том, который в Советском Союзе реализовывался, а с точки зрения именно там проживания в коммунах и во всем остальном, потому что чистая анархия, когда все делают все, что хотят, это все очень здорово, но просто это несовместимо с общественными благами, а современная и вообще любая цивилизация, она развивается именно в тот момент, когда умеет генерировать синергичность между людьми. То есть, когда общественное благо появляется, вот тогда идет какое-то развитие. Но есть много разных анархий, вот, и разных представлений об анархии, поэтому, смотря о чем конкретно вы спрашиваете, но то, что государство стало bad governments, да, то есть, типа, ill-failed state, это совершенно не значит, что ну все, тогда у нас осталось только анархия, нет, просто нормальное государство надо сделать. Вот, то есть нормальные институты, нормальные конкурентные институты, это и создает наиболее благоприятное общество для развития индивидуума, личности и всего социума в целом. Вот, то есть мы имеем ноль примеров успешных анархий и имеем, типа, большое количество примеров успешных современных демократических обществ. Несмотря на то, что я и не фанат демократии, но из того, что мы имеем, да, из того опыта, который мы накопили, да, а стоя, как это, как это называется, верность идеи, там, практика критерий истины и все такое, да, вот, мы видим, что самый успешный режим с точки зрения, опять же, за какой, что мы берем за основу с точки зрения индивидуальной свободы и благополучия, это как раз современная либеральная демократия. Вот, исключением является, наверное, лишь Сингапур, но там тоже есть вопросики. Вот, но это такая очень длинная дискуссия, которая имеет философско-политический характер, вот, и на который нет однозначного ответа, но в любом случае однозначный ответ еще у анархии нереализуема в больших сообществах, по крайней мере, пока я не видел даже теоретического рассуждения об обратном, ну, если понятно, там, у Бакунина есть прикидки и прочее, ну, вот, что-то какое-то современного осмысления, да, которое бы приходило к выводу, как именно должно быть организовано. Знаете, в чем проблема? Вы не можете сказать, как организовано будет анархическое общество, это же анархическое общество не может быть организовано, понимаете, тут изначальная проблема. А зачем обязательно говорить какое-то организованное общество? А, потому что общество предполагает организацию. Ну, так анархия, она же предполагает отсутствие организации. В этом и проблема. Ну, то есть, это фундаментальная проблема. Ты не можешь организовать общество анархическое. То есть, анархия просто невозможна. В этом проблема анархида. Ну, все так. Мне кажется, это решает дискуссию. Нет, есть теоретики, которые пытались поставить этот тезис под сомнение. И они, как правило, основываются вот на чем, что люди, в принципе, рациональны, и что, в принципе, ну, там, например, анкапы, почему называется анархокапитализм? Это часть либертарианства, которые анархокапиталисты. Они говорят, что типа общество и взаимодействие между людьми, ну, как рынок. Они сами себя все урегулируют. То есть, нам не нужно никаких институтов и институций, потому что человек сам всегда будет рационально принимать решения, и он всегда договорится с другим человеком об условиях. Но проблема в том, что как только три человека договариваются, это уже институция. Понимаете? Даже иногда, когда два договариваются. Вот. Поэтому есть фундаментальная противоречия, которая делает им прав. если они договариваются именно о совместном быте, включающем в себя романтические отношения. Потому что, если два человека договариваются без этого... Что это, кстати, там на столе? Где? Вот где бука? А, это я сверлил дырку для проводов. Ну, тебе не нужна эта штука? Отлично. Наталья Островская пишет, прекрасная пара, спасибо вам. Вы сами пойдете в посольство в полдень? Я нет. Меня в багажник везут в Россию, скорее всего. Наталья стала патроном моего канала. Спасибо большое. Спасибо. А я буду. Но никаких подробностей не расскажу. Зайчик, я дико извиняюсь. Ты говоришь, я никаких подробностей вам не расскажу. В ответ на вопрос пойдете вы в полдень 17 марта в 12 часов дня в российское посольство. Все знают, что ты проживаешь при этом в Вильнюсе. Я сказала, что у меня командировка. Запутываю твои слова. Так я запутываю, что ты меня запутываешь. Два варианта. Либо из Нино разведчика не получается, не получится, либо Нино уже фейсбешный агент, и она просто прикидывается, чтобы никто не подумал на нее. Кстати, можете обратить внимание, Нино Расибашвили, ноль уголовных дел, ноль статусов фанагента. Ну, люди спрашивают, неприлично уже. Ну, как ты, ФЛБК, есть кто-то вообще? Давно тебя беспокоит, что люди спрашивают? Я спрашиваю. Я этот людь. Я этот люди. Меня тут спрашивают, мои подписчики пишут. А, это, да, ТикТок был, где мужик такой, вы меня сейчас спрашиваете. Кто тебя спрашивает, за три подписчика? Но мне что-то больше. Елена Фортье. Прекрасная, замечательная Елена. Да, Елена, респект, что вы есть у нас, а мы у вас. Хочу как Бубарлицкий в развал спать. Спасибо за доброе утро, люблю вас. Да, Бубан вообще кайфует. Нашел какую-то, какую-то штуку на столе и грызет ее теперь. Хотя я принесла ей ее погрызнуть. У нее просто два ряда зубов, и, видимо, она пытается какие-то из них сточить. Да. Ну, не беспокойтесь, дорогие любители животных, мы тоже любители животных, поэтому вопрос... Да это животное живет так вообще, как нафиг никто не живет. Бубан, из-за Бубана потерялся смысл фразы собачьей жизни, потому что ее собачья жизнь лучше, чем у меня когда-либо была или будет. Так что за нее точно не переживайте. Ну ладно. В Патреон возвращаемся, потому что есть еще вопросик упал от Юфи Терры. Я видела это в оповещении, и сам вопрос мы сейчас зачитаем через одну секунду, потому что я его уже открыл. Привет и спасибо за работу. А когда будет стрим для Патронов? Есть вопросы, но так, то там прям лютый экстремизм. Короче, перед тем, как бросать коктейль Молотова, нужно сначала кинуть кирпич, чтобы разбить окно, чтобы коктейль Молотова не разбился об само окно. базовый стрим для Патронов. Слушайте, короче, я вам честно скажу, не хватает меня. То есть, я провел несколько стримов для Патронов, но я бы, у меня, во-первых, во время одного из них за секунду до заболела голова. Второе, что я тоже на морально волевых. В итоге, это 30-минутные, довольно скомканные эфиры, которые вам не нравятся, мне не нравятся. И я надеюсь, что я как-то восстановлюсь к выходным. Потом я вспоминаю, что у меня нет никаких выходных, что выходные у меня работают в два раза больше, чем в будни. Потому что я пытаюсь еще какие-то сторонние штуки порешать, доделать и сделать. Вот, короче, не знаю, слушайте, правда, я хочу, я хочу, я хочу делать какой-то, вот я, более того, я помню, форматы какие-то анонсировал, что я буду над ними думать. Ну, вот, в общем, проблема. Не знаю, когда. А мой стрим для Патронов мне надо решить, потому что очень сложное расписание на самом деле. Но будет плюс-минус или на этой неделе в будни, или на следующей неделе в выходные. Потому что, правда, очень сложно и, в общем, следите за публикациями в Патреоне. Вы будете первые, кто узнает про созвон. точнее, ну да, созвон, наверное. На моем канале это созвоны, а стримы для Патронов они вот. Идем дальше? Да. Дальше, друзья, мы с вами переходим в вопросы, которые вы присылали нам в чат Ютуба. Как раз начнем сейчас на них отвечать. Кстати, вопросов довольно много. Очень хорошо. Так. Понятно. Ютуб, конечно, клево придумал, но плашка перекрывает мне половину первого вопроса. Ладно. А сделай чат в отдельном окне. Открыть чат в новом окне. Ничего себе, как можно. Проблема не решилась. Да, потому что мне надо или завершать сеанс. А, во, во. Блин. О! Ладно. Окей. Марк Шрек пишет. А что это, ну, как бы, это реально вопросы, которые вы прислали? Нет. Так разные штуки. А как открыть вопросы? Ну, вот, короче, вот они открылись, и так и будем работать. Ладно. Что-то, что-то, что-то спрашивает человек с невидимым для нас ником и пишет, будет голосовать из-за россиян и за кого? Не очень понятно, но вы, наверное, спрашиваете, как мы будем голосовать на выборах. Александр Плющев прекрасно даже слоган придумал. Не будет на клеточном. Так он призывает ставить калки в две клетки сразу. Катя Катя Катерина пишет Клагривы заявила, что за Путина голосовать будет под конечно, что он еще может сказать. Матаяк Фокс, вы тоже агитируете, чтобы шли на выборы и легитимизировали это? О, господи. Прекратите, пожалуйста. Диана Чеканкова пишет, Нина, вы супер, не слушайте никого. Расскажите про самое кринжо 8 марта на работе с коллегами и самое классное. Я бы не сказала, что 8 марта прямо как-то особенно отмечается в тех кругах, где я нахожусь, но клевое было 8 марта в 4 классе. Мне тогда подарили розочку, которая вкусно пахла, но это была не настоящая розочка, а такая типа пластика. Мне кажется, мне подарил ее одноклассник по имени Валера. Это было клево, мы с ним дружили. Валера, я слежу за тобой. Да ладно, он классный. А про самые кринжовые, честно, как-то мне повезло не оказываться в кринжовых коллективах, где 8 марта вызывало бы исключительную неловкость. Вопрос от Натальи мы озвучили. Артур, Артуров. Мне нравилось до Эхо все работы, где мы отмечали 8 марта, что все время нажирались просто в хлам и на 23 февраля, и на 8 марта. А на предпоследнем месте работы, точнее, на последнем, на должность, которая была перед последней, у нас была такая комарка небольшая, мы просто шли, покупали водку, наггетсы эти, знаешь, в коробках продавались, которые разогревать надо. Херово их грели, они были полухолодные, и мы прям потом что-то орали в YouTube караоке. Ой, кайф. Ну вот я обожаю вот это вот. Это такой вайб классный. Я же всегда хотел быть офисным сотрудником, то есть я никогда не хотел работать на себя и прочее, прочее. Я хотел быть офисным сотрудником, синим воротничком, как бы, белым воротничком, как бы, тыка-тыка, фортфокус, кредит, ипотека, и все такое. Но, увы, не важно. Так, друзья, ну вы в плашке с вопросами присылаете вообще не вопросы. Это очень неудобно. Не надо так, пожалуйста, делать, но мне спасибо за... Ну мне спасибо. Тебе спасибо, Нина. Спасибо за ваши комплименты, это правда очень приятно нам. Что, Ютуб не ожидал такого? Такой, пишите вопросы! А что ты сделал, чтобы писали не только... Чтобы писали только вопросы? Нет, мне очень приятно, просто... Смотри, она выковырила. Бубан. Блин, респект, вообще бубану. Да, просто... Анекдот вспомнил. Мне неловко, и мы сбиваемся. Ну я сбиваюсь. А ты давай анекдот расскажи. Ну он такой. Давай, любой анекдот давай. Короче, поймали полицейские наркомана с весом, с гашишом. Смотри, она опять достала. Да. Она когда что-то понимает, как работает, она же быстрее начинает. С гашишом поймали полицейские наркомана, приводят в участок, типа, перед ним кладут вот квадратик. Да. Не раз. Ну что, твое? Он такой берет, такой... Начинает быстро жевать. Такой... Ну полицейские смеются, открывают там сейф, достают гигантский такой шмак, беша перед ним ставят. Ну давай это попробуй, сожри. Это не очень хорошо, потому что это про фальсификацию, про все остальное. Да, мы очень осуждаем. Очень осуждаем, да. Фальсификацию и все остальное. Вижу, Наталья прислала еще один комментарий, но уже на Патреоне. Блин, офигеть, Наталья успела прислать вопрос в чате, в суперчате, и теперь на Патреоне. Ну, Наталья. Блин, ну класс вообще, вы очень крутые милые. Айда Наталья, Айда преуспела. Спасибо за вашу работу. Спасибо, мне приятно. типа, Айда Американцы тут преуспели. Здравствуйте. Айда Никита Калагрива, и тут... Ты че? Бубан! А ну-ка! Как же ей нравится это. Нет, все. Кто путь к себя ведет, тот уходит. Прости, Бубан. Что это вообще? Да, ребята, воспитание. Что поделаться? Да нет, ты че, когда она ручит, не поддавайся. Может, она считает это игрой? Да! Ну, когда мы с ней перетяжки играем, она рычит. Нет, она по-другому рычит, когда это перетяжки. Ну, вот видите, воспитательный момент. Я, когда она рычит, я скорее боюсь рефлекторно по ней ударить, и типа, это меня пугает. И я поэтому... Сколько раз в твоей жизни ты дрался с рычащими собаками? Что это у тебя даже рефлекторно может... Нет, ну, в целом, когда агрессию чувствуешь какую-то, есть какие-то позывы. Да? Ну, ладно. Вот, поэтому я сразу стараюсь отстраниться, на всякий случай, чтобы не причинить какой-то ущерб. Сразу. Моментально гасишь. Гасишь? Нет, гасить не надо, бубана. Боюсь. Гасишь? Прекради немедленно. Доброй ночи! Да хватит. Да ты сама сказала, гасишь, бубана. Гасишь, её попытку доминирует над тобой. Я ни разу никогда ничего не причинял никакого ущерба. Один раз случайно об стол её ударил, но это было не специально. Дало изурпатору собачьего движения. Я её поднимал, и она головой ударилась. Свободу бубана. Она свободна, в другой комнате просто. Слушай, она чувствует, что она виновата не стоять, не скулить. Да, да, да. Понимает, что что-то не так. Она такая просчиталась, но где? Что-то было не то в её поведении. Да. А жаль, я бы вам показала, как мы её гавкать научили. Да, делать она это супертрогательно. Да, Наталья, спасибо вам большое, очень приятно. Прямо здорово. Ну, мне супер понравилась вот ваша эта миграция из чата в суперчат, из суперчата на Патреон. Класс. Прямо красиво получилось. Фигура тут, фигура там. Александра Б. Пишет, дорогая Нино, спасибо вам за стримы. Стоит ли сейчас получать высшее образование в России, если нет возможности уехать? Нет, нет, нет. Во-первых, я в принципе считаю, что не стоит получать высшее образование уже, если вы не врач, не собираетесь заниматься фундаментальной математикой или естественными науками. Вот, во всех остальных, всё, что касается экономики, социалки и всего остального, ну, опять же, не фундаментальной экономики, мне кажется, ну, не нужно уже высшее образование. Вот, ну, российское высшее образование, просто шо вы будете делать с ним? В помойку выкидывать? Как бы? Если вы хотите просто что-то новое выучить, то я советую вам посмотреть на разные бесплатные курсы очень крутых университетов, которые бывают в публичном доступе, причём, там, чуть ли не уровень Стэнфорда, Гарварда и всякого такого, если вы хотите прямо вот что-то выучить новое. С практической точки зрения, российское образование, к сожалению, сейчас сильно, сильно отстаёт, про это много рассказывают, например, Игорь Липсец, который, в частности, был одним из основателей высшей школы экономики и что-то понимает. Плюс ещё мы видим, как университетская среда избавляется от независимых, свободомыслящих преподавателей и всячески связывает им руки, поэтому, ну, не знаю, будет ли какой-то практический смысл в получении образования конкретно сейчас. Но, опять же, это ваше решение и если вдруг можно как-то сконцентрировать свои усилия на том, чтобы всё-таки уехать, то это будет, мне кажется, лучшей инвестицией в ваше будущее. Конечно, если вы, в принципе, рассматриваете такую опцию. Если не рассматриваете, рассмотрите. Опять же, в первую очередь, если мы говорим об образовании. Россия, Иран и КНДР на минималках на данный момент, но дальше только всё будет раскручиваться. надо валить anyway. Просто если вы видите себя впоследствии всё-таки частью глобального мира. Если вы себя видите впоследствии на свободе и здоровом, как бы... И хотите быть участником свободного конкурентного рынка, то вам, конечно, пригодится другое образование. Нет, в принципе, если вы готовы себя на свободе, то всё остальное приложится, что называется. Леонид Куликов пишет, хорошего дня, живу в Питере, бюллетень, решил испортить. Напишу мат про войну и Путина. Думаете, проблемы будут? Будут потом по почерку искать? Нет, ну, слушайте, нет, мне кажется, безумно немножко. Не знаю. Помните, очередь разнадежно обещали покарать? покарали? Ну, посмотрим после выборов. Шо, 200 тысяч? Даже те, кто на похороны к Навальному ходил? Четыре человека были задержаны. Ну, это они были задержаны. 103 в моменте. Четыре были постфактума, 103 в моменте. 103 в моменте было по всей России. В России было на день задержано шесть, к вечеру четырнадцать. Ну, то есть, по сравнению с количеством людей, которые пришли, это нисколько. Да, в Москве. Вот, поэтому, не, ребята, тоже, ну, как бы понятно, что, ещё раз повторяю, прям завтра могут пойти и всех вас застрелить, да, российские власти, и думаю, мы и этому не удивимся. Но, как бы давайте всё-таки, когда мы пытаемся анализировать реальность, исходить из тех фактов, которые мы видим вокруг и положений, а не как-то уже додумываться все. Наталья пишет в Патреоне, я вообще с 12-го года переезжала 10 раз, эмиграция из чата в чат вообще не проблема. Нормально. Классно, друзья, смотрите, Наталья нам демонстрирует прекрасный пример, чем чаще ты переезжаешь, тем легче тебе это даётся. Вот видите. Так что, если очень сложно в начале, то не переживайте. Блин, как хорошо я свет настроил в этот раз. И картинка прекрасна. Довольно? Да я три месяца этой хуйнёй занимаюсь, в смысле пытаюсь нормальное изображение сделать. Вы можете посмотреть по сводкам, типа, что постоянно то лицо слишком красное, то лицо слишком серое, то далеко, то близко, то ещё что-то. И вот последние несколько дней я прямо рад, какая у меня картинка, мне прямо нравится наконец-то. Захарова Анна пишет, спасибо за стрим, Нино и Майкл. Как думаете, можно ли словить Кац на его желание объединить оппозицию, но поступившись своим планом, а так ещё раз, как думаете, можно ли словить Кац на его желание объединить оппозицию, но поступившись своим планом, ведь сейчас он один топит за Дованкова и легче ему присоединиться. Я больше не обсуждаю Максима Кац, я говорю, Максим Кац для меня помер, мне больше не интересно, ну то есть, сори, поэтому вопрос к нему. Ну, я думаю, что с Максимом, честно говоря, немного бессмысленно спорить, потому что не делать никаких выводов из споров, и даже если это публичные дебаты, он всё равно всячески игнорирует и избегает необходимости выполнять данные им же обещания. Мы видели не раз, если для объединения и внутри объединения должна быть какая-нибудь такая идея, которая сама подтягивает людей. Искусственные объединения, к сожалению, не работают. Были всякие декларации, форумы, съезды и что-то как-то, ну не летит, во всяком случае, не летит пока. То, что хорошо бы Максиму в таком случае присоединиться к тем, кто уже что-то делает и делает это давно, ну это отличная идея, но, как мы видим, Максим не поддаётся ни на договоры, ни на логические объяснения, потому что так-то, конечно, огромное количество проектов и что-то Максим Евгеньевич хочет наоборот, чтобы вот вокруг него эта кора наросла, а не вот он присоединился к чему-то, потому что, как мне кажется, в любой ситуации Максим решает собственный политический интерес, точнее, обслуживает собственный политический интерес. Ну, уже финансовый. Юшу пишет Нино, что вы думаете про Надеждин? Обожаю, когда он в вашем сплющевом эфире. Спасибо. Ну, что я думаю, что человек, вот мы с этого начинали эфир, когда внезапно тебе выдают одежду не по размеру. Вот Борис Надеждин оказался на секунду в чужой гардеробной. Так я не понимаю, почему продолжать его обсуждать всё же. Ну, типа, его все, все его союзники его кинули, как бы, и он там что-то про наблюдателей рассказывал. Да всё, нет же уже никакого Надежды. Ну, если что, мне жаль искренне, потому что я уже говорил об этом, что как раз я вижу большую проблему в том, что вот те самоназванные сподвижники Надеждина, они все убеждали людей, что Надеждина могут зарегистрировать. Это, во-первых, был обман. Ну, прогноз не может быть обманом, да, но в любом случае любой более-менее адекватный человек понимал, что этого не будет. И, на мой взгляд, задача их была придумать, что делать после нерегистрации, использовать короткий люфт, когда он подаёт апелляцию для того, чтобы как раз вести агитацию и всё прочее. Не, но он слил. Извини. Но вместо этого да не он слил даже, он-то продолжал как раз. А вот те, которые его продвигали больше всего, они слили. То есть они буквально в этот день писали, ну, мы сделали всё, что могли и переключились на другие вещи. Вот. И, ну, это, мне кажется, было довольно печально, потому что сам Надеждин ничего не может делать. Ну, сам Надеждин на себя ничего не представляет. Я уже много раз об этом говорил. Вначале меня за это хейтили, потом передо мной извинялись и прочее, и прочее. Ну, просто я, ну, не первый день на арене. Я вижу всё это. Это всё прозрачно. Поэтому сам Надеждин ничего сделать не может. Вот. А те люди, которые могли, те люди, которые вписались в его компанию, они просто, как только ему отказано было, что было абсолютно предсказуемо, они лапки подняли и пошли все своими делами заниматься. Ну, жаль, жаль. Ну, я бы на месте Бориса, как у его там, побольше. Борисович. Борис Борисович. Я бы на месте Борис Борисович с очень креативным отцом искал страну по стекле и по гостеприимии. Ну, потому что сейчас выборы пройдут и он пиздюлей получит. Ну, как бы, надеюсь, что нет. Может быть, я что-то не понимаю в этой жизни. Было бы здорово, если бы, как бы, с ним не произошло бы вот того, что произошло с Прохоровым и с Грудининым. Ну, их зарегистрировали, вот, тщательно. Поэтому, может быть, там какая-то другая будет система, но, неприятным вариант, когда, собственно, Борис Борисович столкнется с негативом со стороны администрации президента, с которой он сначала договарился, о которой потом он кинул по мнению самой администрации президента и своего друга Кириенко. Да. Что я думаю? Ничего про него, честно говоря, не думаю. У меня сложился уже давным-давно образ этого человека, и, честно говоря, добавить к этому мне нечего. Егор Касаткин спрашивает, в России автократия или она уже превратилась в фашистское государство? Ну, превратилась уже как будто. Ну, фашистская это часть авторитарных режимов, это спектр, что называется. Фашистская диктатура? Да, это тоталитарная диктатура, то есть диктатура тоже часть автократии, то есть автократия это широкий спектр, все вплоть до диктатуры это тоже все автократии. Просто дальше уже идут и спецзрения. Превратилась ли Россия в диктатуру? Да, превратилась, это военная диктатура. Вот. Ничего пожить с ней, подумать, откуда она взялась, с чем вы связываете эту брезгливость, что вы хотите с ней делать. Вы хотите ее усилить, вы хотите ее погасить, вы хотите ее нейтрализовать. Уже из этого исходя надо предпринимать какие-то действия. Владислав Карцев пишет, Майкл, у меня к вам вопрос. Максим Кац призывал голосовать с Дованкова. Что вы можете сказать по этому поводу? Про Максима Кац ничего не могу сказать, а про Дованкова могу сказать, хотите голосуйте, хотите нет. Не вижу в этом проблемы. Единственное, что не позиционировать его как минимум для себя, будьте собой честны, как антивоенного кандидата. Это неправда. Хотите проголосовать за Дованкова? Проголосуйте за Дованкова. Не вижу в этом нарушения базовой стратегии, которая была озвучена всеми оппозиционными силами. Игорь пишет, Калагрива призвал прийти на избирательные участки в полдень 17 марта против Путина. А что сделали вы? Поддержали Никиту Калагривову и тоже призвали приходить на участки в полдень 17 марта. Светлана Викторовна пишет, не но вы будете голосовать на этих президентских выборах? Пока решаю для себя, но на участке точно буду. Друзья, даже если у вас вопрос без знака вопросов, очень сложно понять, что это вопрос. Поэтому пропущу. Имеет смысл, пишет, только голосовать на досрочном или лучше поехать на полдень в другой город? Лучше поехать на полдень в другой город, потому что у этой акции, насколько я ее понимаю, смысл такой же, как у чередей за надеждами. То есть нужна визуальная картинка друг для друга, что как бы людей, которые выступают против этого много, поскольку из-за недопуска кандидатов антивоенных не осталось никакой другой формы выражения своей антивоенной позиции легальной. Поэтому очереди важнее самого голосования. Александр Л. пишет, как относитесь к идее приходить 17-12 в бело-синей одежде? Как будто бы норм идея. Белый синий, белый флаг мне не особо нравится, но кажется, как-то выделяется. Как-то выделяться, очевидно, было бы неплохо. Честно, вообще никак. Это совсем не важно. Самое главное – это массовость. А так... Да, да. В очередь она и в Африке очередь. Егор Дубровский почему-то у тебя спрашивает. Майкл, что с Надеждином, за кого голосовать? С Надеждином все. Голосуйте за кого хотите, главное, не за Путина. Но, опять же, сама акция важнее, чем конкретное голосование. Я как раз почему, собственно, выбора особо ничего уже не говорю, потому что моя позиция не изменилась. Сама электоральная процедура, мне важно, не кажется. Наталья пишет. Здравствуйте. Немой Майкл без лишних вступлений удалила приложение BBC из-за их пропалестинской направленности «Медузу» из-за докфильма про Абрамовича. Ваше отношение к «Медузе» поменялось? Спасибо. Давайте. Что? Давайте. Я, скорее, да, могу сказать, что поменялось, но в том смысле, что теперь я просто делаю дабл-чек многих вещей, которые выходят на «Медузе». У них есть хорошие, сильные, там, например, мне нравится их новостной отдел, но тоже вот на израильской теме они вначале очень сильно посыпались, как и многие, к слову сказать. Ну да, конечно, для меня удивительно, что так и не было никакой официальной реакции от руководства и от редакции «Медузы» по поводу этого фильма. Просто какие-то, честно говоря, нелепые отговорки, что как бы мы доверяем, но то всё, в общем, да, это, конечно, как-то добавляет штрих к портрету, начиная там с Глунова до вот Абрамовича, ну, типа, вы находитесь здесь. Поэтому ты воспринимаешь это всё такое, ну, в сумме. Поэтому, ну да, это влияет на мнение, и мнение меняется. Не то чтобы прямо вот типа в суперкатегоричную сторону, но да, у меня да. Я никому не верю на слово. Значит, что касается «Медузы», то после истории с фильмом про Абрамовича я знаю, что «Медуза» продаётся теперь. Это новая информация, которую я учитываю при чтении их неподписанных публикаций. Например, у них есть раз в какое-то время выходят публикации, она подписывается как «отдел разбор», выходит по поводу военной обстановки. Я практически никогда не использую этих публикаций, потому что там выводы, а выводы, к которым они приходят, я не могу верифицировать. А поскольку «Медуза» продаётся, то, значит, я не могу быть в этих выводах уверен. В смысле, в их честности. Поскольку там есть Андрей Перцев, и он продолжает пускать дизинфу от Кремля, то я понимаю, что источники конкретно «Медузы», когда употребляется эта фраза, это фуфил. И, соответственно, никакие публикации, в которых участвует Андрей Перцев, или где есть ссылка на источники «Медузы», и нет автора, которому я бы доверял, я не воспринимаю. При этом я отделяю разных сотрудников. Внутри одного издания есть люди, внутри «Медузы», к которым я отношусь с большим уважением и считаю их большими профессионалами. А очень жаль, когда эти люди пишут в соавторстве с Андреем Перцевым, например, потому что для меня ложка дёгтя убивает мёд полностью. Потому что, например, было большое расследование, в котором Светлана Рейтер была одним из соавторов, и Андрей Перцев. Ну, я просто выкинул его на помойку, я нигде про него не упоминал, не делал по нему ролик, не освещал, потому что я не... Ну, там в расследовании есть источники, я не знаю, если это источники Светлана Рейтера, это одна история. Если это источники Андрея Перцева, то это другая история, это дизайн Кремля. Ну, вот, поэтому, к сожалению, целиком большая эта работа довольно-таки ушла в помойку, и я увидел, что многие другие издания тоже не стали обращать на неё внимание, уж не знаю, по такой же причине и повинной. И что касается русской службы BBC, та же история абсолютно. Ну, то есть, там есть конкретные люди, которыми я говорю, например, тексты за авторством Лизы Фокт, вопросов не вызывают у меня. Вот, она очень дотошная, очень детальная к делу, и вот был замечательный текст, короче, ВК Редут, который, наконец, сделал всю, вот, показал всю инфраструктуру. Короче говоря, поработав в медиа, ты выходишь со знанием, что внутри разных организаций есть конкретные фамилии, и ты доверяешь конкретному человеку. Ты, точнее, даже не так, не доверяешь ты никому, но ты игнорируешь условно публикации конкретных людей. Вот, поэтому я использую и материалы русской службы BBC, и в целом BBC, и Медузы, но с ограничениями. Вот, а, к сожалению, нет изданий, которые бы полностью меня удовлетворяли. В последние полтора года, наверное, я могу выделить Economist, очень хорошо, очень качественно, значит, прям реально, и они молодцы большие, спасибо им большое. Неплохо себя проявляет политика, остальные, ну, прям беда, ну, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, бывают хорошие публикации, но даже реже, чем нехорошие. И я, наверное, вот после как раз публикации, как это неиронично, Washington Post понял, с чем это связано, потому что там заявляется в том числе, что из утекших из Кремля документов стало известно, что вот эта вот группа, организованная Кириенко, предлагает западным экспертам, журналистам и всем остальным по 39 тысяч долларов, максимальная сумма, которая была, за пророссийский материал. Ну, можем ли мы себе представить, что какой-нибудь автор на это идет? Я могу. Или, что какой-то эксперт, которого опрашивает то иное издание, значит, может это быть. Когда я вижу у CNN, как они зовут Сергея Маркова, как эксперта, но я просто понимаю, что люди ебнулись, как бы не понимают, что они делают. Когда этот Стив из BBC, как его зовут? Этот, который в Москве? Розенберг. Когда Стив Розенберг делает интервью с Ремчуковым и рассказывает, что это последний островок независимой журналистики, но я понимаю, что Стив Розенберг ни хера не понимает ни в российской политике, ни в российской журналистике, к сожалению. Поэтому все авторское я игнорирую, в основном я смотрю то, что можно верифицировать, то, где есть фактологические данные, или те фамилии, которые вызывают у меня, ну, типа, у которых хороший трекинг, ну, то есть, которые делали раньше достойные публикации. Вот. Мне интересно, мы перейдем? Да, прямо сейчас перешли на твои глаза. Хе-хе-хе. Привет. Enxiety пишет, ходите ли вы в кино на англоязычные сеансы? Бывает, но давно чуть не были. Мне кажется... Надо на Дюну сходить. Блин, надо поехать куда-нибудь в Аймакс на Дюну. К сожалению, в Литве нет Аймакса. Я помню, что, мне кажется, первый-единственный фильм, на котором мы ходили здесь в кино, это был Барби. И да, он был на английском. Первый-последний. Дживус Фустер пишет, Майкл, сейчас часто встречают сообщения про возможное обрушение ВСУ весной. Это тоже российские спецслужбы или все так? Я не встречаю таких сообщений, я не знаю, где вы их встречаете. Учитывая, что я мониторю все, что надо мониторить, я вообще, ну, как бы, не видел такого. Я смотрю за самим фронтом, ничего там такого нет. Наоборот, собственно, ВСУ сейчас активно выстраивает укрепления. Вот сегодняшнюю сводку можете посмотреть. Более того, продвижение России на Авдейском направлении практически прекратилось. Уже две недели, получается, пройти вперед на тоненьком Орловке Бердыча. На Купинском направлении, как стояли они без Синьковки, так и стоят. Возможность прорыва к Харькову нулевая. Ну, ох, хорошо, около нулевая. Одесса тоже никакого десанта с моря не представляю, как это может быть. Все БДК зашуганные стоят на Новороссийске. Корабли все просто не выходят в море. Где именно прорыв фронта вы ожидаете? В крынках, наоборот, усилились атаки ВСУ. Ну, то есть, знаете, мне не нравится общее обобщение, потому что я немножко в другой форме это воспринимаю. То есть, я смотрю на то, что происходит на фронте. То, что какой-то хрен где-то пизданул, ну, мне не так интересно. Вот, потому что, ну, мой принцип это вот, что в сводках с Левиевым, что в не сводках. Мы берем конкретный фронт, мы рассматриваем конкретно, что происходит. Берем профессионалов своего дела, таких как Дипстейк. То есть, конкретно людей, которые вот там в ежедневном режиме отслеживают изменения. И на их слова опираемся. То, что там что-то где-то кто-то сказал, мне представляется довольно посредственно. Марина Михайлик пишет. Могут ли власти 16 марта резко отменить голосование 17-го? Мол, все уже проголосовали с учетом того, как они гонят бюджетников голосовать 15-го. Да нет. Власти могут в любой момент выйти и сказать, что всех людей по имени Марина собираем и простреливаем им колени. Ну, как бы, вот, понимаете? Ну, вот вы когда, смотрите, учу вас задавать вопросы всех. Когда вы задаете вопрос, вы подумаете над тем, какой ответ вы ожидаете получить. Типа, если у вас вопрос вообще начинается, а могут ли, ну, как бы, ответ могут. Все в этом мире возможно, но любой вероятности практически не существует, как и истинные случайности. Кстати, интересный вопрос, существует ли истинная случайность. Поразмышляйте об этом в комментариях. У меня нет ответа на него. Вот, поэтому, как бы, совершенно, абсолютно нет возможности ни у меня, ни у Нино, ни у кого-либо ответить на этот ваш вопрос. Ничего на это не намекает. Правовой базы под это нет. Надеюсь, достаточный ответ. Ирина Столярова. Когда вы стали называть Бубочку Бубану, сестра начала убеждать меня, что она мальчик. Нет, нет. Надо развеять эту луку. Бубочка-девочка, да. Да, она девочка. Ее полностью зовут Бубочка Нагинснаки. Помимо Бубочки и Бубана, она Буболех, Фигуболех, Фигубанди, Малюка. Фигубчик. Фигубчик, Бублик. Поэтому, ну, в последнее время она Бубан слэш Малюка. Вот плюс-минус одинаковая частота у этих кличек. Малюка точно девочка. Но сегодня она была Бубану на стриме, вы это видели. Ну, какая-то Малюка. Это ступаться на Бубан. Егор Дубровский. Скажите, что вы думаете про Надежды на А и выборы? За кого голосовать? Тоже много раз отвечали. Леш Лесных Янис. Почему Милов такой красавчик? Родился такой. Так. Анна Демидова. А если человек готов продать душу, чтобы его ребёнку не было больно сейчас? Опять же, дебилизм. Ну, то есть, типа, если вам доказывают своё присутствие, что существует вообще вся христианская концепция, то вы перестаёте переживать за любых умирающих людей или болеющих. Потому что вы теперь точно знаете, что любой, кто делает херню, попадёт в ад, а любой, кто нормальный, попадёт в рай. Ну, то есть, если бы у меня был, не знаю, умирающий ребёнок на руках, мой или не мой, но я бы знал, что всё, получил стопроцентное подтверждение, что существуют рай и аты, и христианство, и всё на свете, я бы, ну, просто батюшку сказал, батюшка, типа, займите, чтобы точно вот по канону в рай он попал, и всё, это единственное, что меня переживало, потому что ещё раз. Ну, опять же, вы все Библию просто не читали, поэтому-то не в курсе. Там написано, что вообще земная жизнь, там есть сравнение такое, в Деянеях, по-моему, что земная жизнь – это как вот сон у обычного человека, что она краткосрочна, и с утра ты проснёшься, как бы, и уже почти забудешь его. И вот там описано, что, типа, вечное блаженство вообще, там полный кайф, что земная жизнь, вообще внимания на неё не обращайте, там про шахту как раз ещё описывается. Вот, поэтому в такой парадигме, какая разница вообще, кто из ваших любимых и близких умирает, вы радоваться должны. Они, йоу, они идут туда, где кайфово. Именно поэтому, кстати, я уверен, что те люди, которые говорят, что они верующие, на самом деле не верят. Потому что по-настоящему верующий человек, когда умирает его близкий, не плачет, а радуется. Потому что его близкие уходят, что называется, в лучший мир. Нет, тогда все плачут у себя. Да какая? А ты и сам должен быть доволен. Типа, у тебя близкий человек ушёл, там тебе вместо нагреек, ты скоро к нему присоединишься. По-настоящему верующие не переживают... Ну, я думаю, что... Настоящие верующие, смотри, не переживают о войнах, не переживают о катастрофах. Потому что настоящие верующие уверены, что это всё вот здесь абсолютно неважно. Слушай, и вера всё-таки часть личности. И что? Потому что никуда не денешь человека, который чувствует так и не иначе. Так значит, он не верит. Ну, ещё раз, если ты истинно верующий... Слушай, да, ты можешь верить, но чувствовать что-то ещё. Нет, не можешь. Не можешь, потому что если ты истинно веришь, то ты точно на сто процентов уверен, что вот все там, кто погиб... Ну, тебе грустно, потому что ты любил человека, а теперь его нет больше. Так ты скоро будешь с ним. Ну, что значит скоро? Тебе ещё сколько лет чалится? Это нисколько по сравнению с вечности. Но ты же всё равно, ты рождён человеком, у которого своё ощущение времени... Ты не рождён, это сон перед твоим настоящим просыпанием и настоящая негать для твоей души, понимаешь? Ещё раз. Я говорю, не надо быть очень сильным, надо просто на сто процентов верить в это. И я утверждаю, что никто на сто процентов не верит, потому что люди очень переживают по поводу происходящего. Эдник ГВ, почему ненавидите Кацца? Я не ненавижу Кацца, а он просто умер, к сожалению, поэтому... Упс, что поделать? Просто Кацца... Земля пуха? ...недопустимые вещи, как мне кажется. Так, а чего? Я куда-то... Вопрос написан. Всё, ну что? Майкл, вопрос из темы футбола. Фуллбоди тренировки или сприт? Я не знаю, что тренер говорит, делать и делать. Нет, нет, фуллбоди у меня, по-моему, нет, нет. Мы на конкретную группу мышц тренируем каждый раз. Ну, мы, в смысле, не каждый раз одно и то же, а как плечи, потом там спина, потом ноги, потом руки. Не за одну тренировку, в смысле, одна тренировка плечи, одна ноги, одна руки. Томми Уильямс, может ли Магата как-то повлиять на ситуацию МЗС и в Энергодаре? Нет. Мы увидели, как он в Запорожской АЭС справлялся, не как он может, к сожалению, повлиять. Света, Светлана, привет. Майкл, вы смотрите Ивана Николина? Я его не смотрю, но когда мы, типа, вызванивали его, хороший, приятный чувак. Я просто не смотрю аналитиков в принципе, потому что, ну, как бы, не понимаю зачем. Сами пишут, скажите, о чём вы мечтаете на ближайшее будущее? Ну, и Майкл, вы молодцы, Буба Леха, класс. Блин, честно, отдохнуть. Да-да, ну, типа, буквально. Вот, как конец войны, и всё, и я просто очень жду. Просто знать, что твои близки в плюс-минус безопасности можно не беспокоиться и как-то из себя просто радовать. А, Майкл, как смотришь на то, чтобы провести дебаты с русскими трампистами? Спрошу у тебя, Кирилл. Ну, как с тем же успехом я могу с Бубочкой дебаты провести? Типа, только она гораздо милее. Я не вижу никакого смысла разговаривать с идиотами. Ну, то есть, как с плоскоземельщиками или там, не знаю, с... кто ещё есть? С теми, кто Путина верит. Какой смысл с ними дебатировать? Если человек пришёл к таким взглядам, значит, у него не работает логика. В принципе, у него нет логики. У него не работают мозги. Он не умеет проверять информацию. Дебаты — это поле и пространство, которое предполагает, что вы в одном исходите из одной парадигмы. То есть, вы вот дискуссии считаете возможными в рамках логической аргументации. Если человек, в принципе, пришёл к этой позиции, то это значит, что он уже не в поле логической аргументации, а значит, дебаты с ним ни к чему не приведут. Вот, поэтому нет, ну, как бы, в этом просто нет смысла. Фреймвокер. Почему журналисты приглашают Кацу комментировать стратегии ФБК вместо самого ФБК? От дождя до плющего. Просмотры собирают? Вот, есть, да, первое, люди, которые просто приносят просмотры. Второе, я не помню, что вы прямо-таки вот целенаправленно позвали Каца комментировать именно стратегию ФБК, но я помню, как вот, например, в частности, какие-нибудь стратегии ФБК всплывали в общем разговоре, как вот одна из тем, и тогда мне кажется, что, ну, плюс-минус можно об этом спрашивать, всех можно спрашивать о чём угодно. Плюс ещё можно в какой-нибудь, не знаю, искажённой реальности подумать, что, ну, ты уже выразил позиции ФБК, вот это их стратегия. Поэтому, как бы, технически одна сторона уже... Только просмотры. Ютрополину. Скажите, пожалуйста, что сегодня последний день для того, чтобы на госуслугах зарегистрироваться на голосование за рубежом, а то они всем скажут, что бюллетени закончились. Такое возможно же. Ну, если ты не отметился что-нибудь же голосовать не по прописке, то, наверное, да, ну, я не знаю, честно говоря, как это работает. Захарова Анна по поводу концепта с дьяволом. А если просить что-то с заделом на загробную жизнь, например, стать правой рукой дьявола, править ладу из наслужения на небесах или что-то подобное. А зачем? Ну, в таком... Да там... Там это вечная пенсия, там балдеешься, там не надо. Не знаю, ну, как вариант, наверное, да. Ну, просто если, смотрите, тоже странная фигня, потому что вы же отдаёте ему душу, правильно? И ваша душа будет в аду, условно. И... Но при этом ваше желание, это чтобы быть подли него, но чтобы быть подли него, вам и так нужно в ад. То есть, как бы, ну, в чём ценность дьявола, чего он приобретает. Более того, не забывайте, что дьявол всегда вас обманет. Ну, это дело десятое. Есть лайфхаки. Всегда вас обманет. Там это, зеркало надо поставить, тогда не обманет. Извини. Понял. Майкл, что они так с Бен Шапиро спрашивают? Так это популист-правак просто. Он когда-то был дебатёром, поэтому это чувак, который знает, как манипулировать словами. То есть, смотрите, дебатёры используют... Это как, если хотите, такое сравнение, как джедаи в «Звёздных войнах». То есть, типа, кто-то занимает тёмную сторону силы, кто-то светлую. Больше всего, конечно, тёмную. То есть, типа, люди, понимая, как работает человеческое восприятие и умея аргументировать абсолютно всё в этом мире, люди начинают использовать дебатные практики для того, чтобы добиваться личной выгоды. Есть люди, типа меня, которые, наоборот, используя, как раз зная про все уловки, он как бы... Мы их выворачиваем. Ну, то есть, мы демонстрируем, защищаем, не знаю, защиту от тёмных искусств, если хотите. Бен Шапиро тот, кто пошёл по первому пути. Вот. Я не думаю, что у него есть какие-то взгляды настоящие. То есть, это такой трампист-популист. Ну, как трампист, да? Он даже больше, чем трампист. То есть, он в целом такой правого толка популист, который просто фармит просмотры и деньги. Ему больше ничего не интересно. Я помню, у него три видео про фильм Барби выходил. Как-то всё ужасно. Я так смеялся. Но, поскольку мы оба дебатёры, мы примерно одинаково видим уязвимости. Например, если посмотреть видос Бена Шапира про Барби, его первые 15 минут чистой критики, они на 99% идентичны с тем, что я сказал Мино, выйдя из кинотеатра с фильма Барби. Просто потому что, ну, вот этот вот навык деконструкции, логической цепочки, он у нас плюс-минус одинаковый. У него даже, наверное, лучше, потому что, ну, он был очень крутым дебатёром. Он там, по-моему, чемпионат мира, то ли выигрывал, то ли был финалистом. Вот. Но, опять же, это сила, которую ты сам выбираешь. Использовать во зло или в добро. Он использует, к сожалению. Во зло. Ну, что поделать? Диана Чиканкова. Вы смотрели Диона? Не, собираемся. Сначала посмотрим первую часть, потом подумаем, как посмотреть вторую. Не в Чиканах. Я правильно понимаю, Киркоров всё-таки нашёл правильную дверь? Его часть ЧБД вышла, шоу «Звёзды» вчера с ним вышли, да? Да, да, нашёл. Блин, самое смешное было, когда она приехала на Донбасс и привёз свои куклы там людям. Типа куклы Киркорова от Киркорова. Больше всего, конечно, в этом лабиринте из дверей вроде Настя Ивлеева исчезает. Блин, Настя Ивлеева попала в ужасную ситуацию. Опять же, ну, как бы, я не собираюсь её жалеть. Есть люди, которые заслужат этого гораздо больше. Но я эту ситуацию называю... У меня есть термин. Воронка Моргенштерна он называется. Значит, это ситуация, при которой человек уже готов на всё, что угодно. Но той стороне, перед которой он готов на всё, что угодно, это нахер не надо. То есть, когда действительно сидят деды, и они понимают, зачем им Филипп Киркоров. Они знают, кто такой Филипп Киркоров. Но они не понимают, что такое Настя Ивлеева и что такое Моргенштерн. Поэтому и Ивлеева, и Моргенштерн, они уже такие, мы всё готовы вообще. Кому вылезать очко? Просто подставляйте. Мы готовы. Они говорят, да нахер вы не нужны. Вы, типа, идите своими делами, занимаетесь. Типа, нет, мы вам не рады, потому что вот вы будете у нас показными, потому что мы не видим в вас ценности. И вот складывается ощущение, что Ивлеева уже и так, и сяк. Уже и с 8 марта постаравила женщин военнослужащих. Уже и сказала, какие все защитники. И вот она, понимаете, она постоянно из-за этого попадает в эти статские. Она должна была приехать на Донбасс. И в итоге она не поехала, потому что там по Донецку прилетел, значит, какой-то был прилёт. В итоге её приезд перенёсся. А узнали, правда, что она собиралась. И там какие-то военнослужащие начали записывать обращения, что там Донбасс вам не помойка, не надо приезжать сюда отмываться. Потом она пришла на концерт к какому-то, значит, рэперу, который за войну. Она запостила оттуда кружочек. Типа, вау, как круто. А там этот рэпер со сцены такой. А вот знаете, говорят, Настя Ивлеева, когда Донецк идёт. Нет, пошла ты, Настя Ивлеева. А он не знал, что она в зале. Она, типа, кружочек запостила. Типа такая, да-да-да, я там на патриотическом концерте. И всё, говорят, она там убегала. А теперь она записывает эти видосы. Ну, то есть, короче, она вот всё пытается, пытается, пытается. Она не нужда. Ну, то есть, типа, потому что она не из орбиты тех, кто востребовала, либо настолько востребована, что как бы никак. Типа Анна Асти. Анна Асти, это вообще, насколько я понимаю, это верхушка вообще нынешней эстрады. И не настолько, как это, титулована, как там условный Филипп Киркоров или Лолита. И поэтому она попала вот в воронку Моргенштерна. Ну, вот я с интересом смотрю, выплывет она или нет. Немножко, наверное, всё-таки мне жалко её, потому что она мне представляется как человек, который вообще не понимает, что происходит, который был очевиден. Ну, они все оппозиционные взгляды к российской власти, потому что к российской власти невозможно быть не оппозиционным взглядом. Она мудовая, они ведут страну в пропасть. Это, ну, как бы вообще почти нет людей, которые искренне за российскую власть. В основном за деньги. Вот. И в итоге они, значит, оказываются в этих ситуациях. Ну, если бы я мог дать им совет, я бы сказал, ребята, вы зря это всё делаете, потому что даже если у вас, что называется, простят, вы просто навсегда будете в этой трясине и через, там, очень короткое время вы об этом пожалеете, потому что вы молодые, у вас есть ресурсы, у вас есть возможности, и вам вообще не надо, вам не надо ставить крест на свои жизни. Вот. Но, к сожалению, мы видим, что даже Моргенштерн, который вот как бы, которого всё не пускают, всё такое, он не готов вообще ни на какое высказывание не относить ничего. Жаль, жаль, жаль. Ну, тем ценнее, те люди, которые готовы, к своему цене, тот же Незлобин, Нойз МС, Макаревич, при всём, при том, Глуховский, ну, и, к счастью, большое количество действительно деятелей, которые с большим ущербом для себя, финансовым в том числе, всё равно честно и открыто заявляют о своей позиции, выступают против российской агрессии, против Владимира Путина, и большой им за это поклон, потому что, ну, я там, не знаю, я не могу сказать, что я прям много потерял. То есть, ну, потенциально у меня могло бы быть гораздо больше всего, и вообще, там, в Москве мог бы купаться в шоколаде и прочее. Но это у меня только потенциально. А этим людям им пришлось вот реально там свою жизнь сильно менять. Вот. И спасибо им большое за то, что они выбрали оставаться людьми. Ну, а Насте Моргенштерну, что вы ещё увидите, куда вас эта дорожка выведет, вам не понравилось. Возвращаемся в Патреон, потом в Digital Duck и в Super Chat. Напомню, слова не но. Да, наверное, 20 минут посидим. И на этом закончим. Именно ввиду 2 часа, 20 минут. Наталья продолжает. Я отправила вопрос, но не слушаю ответа, не видела ваш вопрос. Наталья, по поводу войти в посольство. Майкл сказал, что могут в багажнике на родину вывезти, а я наговорила в ФБ и т.д. на срок. Но планирую пойти испортить бюллетень. Это небезопасно? Наталья, я вам так скажу. Лучше посоветуйтесь с юристами, на самом деле. Голову не поставлю. И поскольку не поставлю, особо не пойду. Но на меня просто есть дело. То есть мне в этом смысле чуть определённее всё. Ну, опять же, лучше проконсультироваться. Поскольку я к этому голосованию не отношусь, как к чему-то важному, то я как бы не готов ради этого рисковать вообще ничем. Александр М. пишет к словам Майкла, что его переезжают как к Амазу. Меня на этой неделе размазало от фотографий в аквариуме адвокатов Навального, Липцера и Кобзева. Медуза подписала первую фотографию адвокатов Навального после смерти их подзащитного. И вот они здесь, в клетках их подзащитного. Больше нет. Просто реплика. Да, есть такие. Нет, с адвокатами вообще ужас. Елена пишет. Майкл, который раз уже расписывает мысль, что истинная вера ещё не боится смерти. Хочу сказать, что мой пример подтверждает его мысль. В раннем детстве я была верующей и действительно не боялась смерти. Более того, мне даже хотелось умирить, потому что казалось, что я всё познал в момент смерти. Мысль, которая останавливала меня, это то, что земная жизнь у меня одна. И надо её прожить тоже полностью, потому что после смерти её не будет. Но сейчас я уже атеист, хотя жизнь ценю по той же причине, что она у меня одна. И пока я жива, надо успеть прожить разницу. Факт, факт. Истинно верующие смерти не боятся. Вы можете увидеть это во всяких житиях и вообще во всяких текстах случайно. Истинно верующие не боятся смерти. Откуда берутся все, так сказать, радикальные течения? Ровно потому, что это и есть истинная вера на самом деле. Она выглядит вот так. Когда вы, типа, не ходя в церковь, не читая Библию, говорите, я не знаю, да я православный, что такое, вы ни веевого отношения не имеете. Ни к православию, ни к христианству в целом. Поэтому меня большая часть верующих смешит. Я, конечно, я очень завидую по-настоящему верующим, потому что их жизнь очень классная. Ну, то есть, типа, в ней нет страха, в ней почти нет боли и страданий. Потому что осознание того, что, типа, ну, ты в предбаннике стоишь, это очень классно осознание. Типа, вообще похеру, что здесь происходит. Вообще, насрать, это никак не связано с твоей настоящей жизнью. Поэтому я верующим, истинно верующим, я для тебя завидовал. Потому что, ну, осознать, что эта жизнь у тебя одна и она не для чего, у нее нет смысла, у нее нет предзначения. Более того, что никого не ждет возмездие, что эти уроды, которые делают свое уродство, не ждет их котел с чертями, вообще ничего не ждет, просто умрут и все, как и все мы. А тех, кто умер безвинно и тех, кто умер героически, не ждет рай и не ждет ничего. Это ужасное осознание. И оно мне не нравится. И ровно поэтому люди становятся полуверующими. Потому что они не готовы поверить совсем. Просто потому что они живут в современном мире, где весь современный мир тебе кричит, что все, что в этих книжках написано, не имеет никакого отношения к действительности. Вообще ноль связи. Ну, образование у всех начало появляться и прочее, прочее. Но при этом их пугает мысль о неотвратимости смерти и о несправедливости в этой жизни. И поэтому они как бы закидывают себе удочки, ну, может быть, правда и все такое. То есть они оставляют себе не веру, но надежду на эту веру. И это принципиальное отличие с истинно верующим. Я истинно верующих довольно мало встречал, но это прям, ну, это производит впечатление. То есть человек, это, знаешь, это абсолютно спокойные люди. Абсолютно спокойные люди. Абсолютно уверенные. Они не кичатся тем, что они уверены. То есть они не пытаются там тебя обратить и все. Им это нахрен не надо. Ну, то есть они знают, как мир устроен. И они знают, что правильно и что нет. И им не нужно это доказывать другим, потому что они сами вот в этом уверены на сто процентов. Мощные. Это мощные люди. Ну, то есть, типа, это производит впечатление, хоть и абсолютно это глупость полная, потому что, ну, они свою жизнь просто в унитаз спускают. Но это их право, их возможность. И я отношусь к этому, вот к этому как раз я отношусь почти с уважением. А к вот этому, типа, к огромным золотым крестам, куполам, там, я не знаю, рассказам про то, что Иисус не любил геев! Хотя Иисус ничего вообще про геев не говорил, как бы, ну, это вызывает у меня брызгливые стопы сейчас. тут вот ровно так и было. Как именно? Как ты сейчас показал. Так я показывал человека, который так делает. Я думаю, что и в реальности так. Понял. Ну, так много где происходит, да? Хых, пишет нам сообщение в двух донатах на Digital Tag. Доброго дня, Ниной Майк. Посмотрел я тут, как владелец бизнеса в Паёвком, кафе, недвижке и куче всего ещё. Варламов угрожает закрытием канала, мол, денег нет. Кац и Гордеева и вот это вот всё. Слушаю я эти жалобы второй год, находясь хер пойми где. Не знаю глобально, как жить эту жизнь дальше. И вот только сейчас появилась мысль, а что если для... Что ты смеёшься? Ну, я... А что если для... Я, скажем так, наблюдал похоже ничего в том и весь этот процесс, особенно когда на следующие дни после всех этих роликов подвыходили рекламы у всех. И я такой... Что? Типа, как... Почему? Ну, ладно, извините. Нет, я как бы, ну, молодцы все. Я продолжу. Слушаю я эти жалобы. Второй год, находясь хер пойми где. Я не знаю глобально, как жить на эту жизнь дальше. И вот только сейчас появилась мысль, а что если для всех этих великих людей, великих в кавычках, политический оппозиционный контент это просто способ заработка, а не идея и искренняя цель. Может, нахуй их всех и лучше скинемся на бомбу для одного конкретного человека? Ну, если бы проблема решалась бомбой, то на нее бы скинулись уже все страны, потому что они потратили суммарно что-то в районе уже трехсот миллиардов долларов. Поэтому если бы была опция скинуться на бомбу для конкретного человека, это бы уже сделали. Хотя, блядь, как у меня жопа сгорела. Но я не хочу, это опять будет тиран на 40 минут, когда я прочитал статью про то, как американцы типа всерьез рассматривали возможность ядерного удара России осенью 2022-го. Но эта жопа у тебя уже сгорела, когда ты записывал ролик про это. И когда я записывал ролик, когда я рассказывал тебе, я не могу это... Ну, это просто ножом по сердцу, потому что это реально произошло в момент, когда Украина шла вперед, когда если ей додать всего, чего надо додать, то в 2023-м, может, война бы уже и закончилась. Победой Украины и проигрышем Путина, который бы уже в могиле был. Я когда об этом думаю, я просто у меня... В общем, я недоволен поведением. Я вам, как американец, скажу, мы провалились как нация, блядь. Вот, ну, правда. Это невозможно. Путин опять взял на пон. Путин опять... Вот, когда говорят, развел как лоха, если ты повелся на это, то ты и получается лох, правильно? Ну, вот, блядь, ну, это невозможно. Это невозможно абсолютно. И вот вся надежда на Макрона. Макрон наш слон. Я теперь все. Я, типа, Макрон, респект. Я, кстати, отмечал это еще в 2023-м. Именно с него началась передача танков Украине. Он хоть и сам... Он довольно хитрый слон, потому что сама Франция не передала ни одного танка. У них не клерки, они их не передавали. Они передали... А в Суринске бывают это аббревиатура. А, X, C, по-моему, R10. То, что журналисты назвали колесными танками. На самом деле это не имеет никакого отношения к танкам. Германия ему говорит, типа, а что это Франция больше всех разговаривает? Как насчет больше всех помогать? Так и есть, да. Да, это недавно было. Вот, короче, Франция такая, мы готовы передать. Типа, передаем. А они передали ни танки. Но Великобритания такая, ну ладно, если Франция передала, то мы челленджеры передаем. И Германия такая, ладно, заебали. Прощаем. Мы тоже леопарды передаем. Мы только долго потом передавали. Короче, Макрон наш слон. Он говорит все правильно, наконец-то. Польша к нему подключилась. И вот это, ну, как будто бы доходит постепенно. Жалко, что так долго. Ценой гигантского количества жизней. Но я надеюсь, что это станет общим местом. Потому что, конечно, я понимаю, что нельзя вот это, знаешь, себя даже пускать вот это, а что если? Но я прям вижу это. И там прям, знаешь, там прям вот эти даты. Октябрь, ноябрь. То есть это что? Это Харьковское контрнаступление. Это отход России из Херсона. И все. Дальше додавить. Дальше додавить. Дать им тогда Шторм Шэдоу. Дать им тогда танки. Дать им вот это все, пока в Запорожской области нет еще линии обороны. И все. И Запорожская область была бы возвращена сто пудов. Уже бы сейчас, ну, если не война была закончена, сейчас бы бои за Донецк бы уже шли, понимаете? Как бы, блядь, ну это... Ладно, все, извините. Я просто, это для меня прям больная тема. Я прям не могу. Я прям... Я же каждый день смотрю на убитых людей, на разбомбленные жилые дома, на все вот это вот. И во многом это не только из-за того, что есть садист-убийца Путин, а из-за того, что сидят цикливые, абсолютно не... Знаешь, все, что надо было сделать, это найти трех-четырех настоящих экспертов по России. Я не говорю меня, их много. Не вот это вот свое окружение. Там, знаете, там в статье СНС, там написано буквально, они спросили у своей разведки, говорят, вы видите признаки подготовки к нанесению ядерных ударов? Разведская сказала, нет, не видим, ни одного признака. И эти чиновники такие, ну, значит, они, наверное, делают это очень скрытно. Вот это, блядь, скрытая Россия, знаете, которая настолько скрытая, что о российском полномасштабном вторжении стало известно за три месяца до полномасштабного вторжения, включая дату и все направления. Вот это вот скрытая Россия, которая умеет очень эффективно скрывать свои секреты. Нет. Уроды, блядь. Просто невозможно. Продолжаем. Продолжаем. Максим пишет. Добрый день, Нино и Майкл. Как вы расцениваете риск посещения посольства РФ в других странах? Думаю, как голосовать, прийти в посольство или через ДЭК? Дополнение к вопросу про посольство. Например, человек приводил, донатил, куда, по мнению, РФ донатить не стоит. Есть ли риски? Мы отвечаем по формуле риски есть. ТЛДР. Риски есть всегда, но если вы не публичная личность, на которой уже открыто уголовное дело, они минимальны, потому что вывозить столько багажников нет, сколько нужно вывозить. Да, но в любом случае, пожалуйста, не руководствуйтесь нашими соображениями. Вы сами в отведе своего. Лучше еще раз проконсультируйтесь с юристами. Я уверена практически абсолютно, что есть какие-нибудь бесплатные службы помощи юридической, и наверняка и памятки будут, и все будет, поэтому, пожалуйста, вот так просто на наши слова не полагайтесь. Мы не профессионалы в этом вопросе. Ну и плюс еще смысл полдника против Путина в том, чтобы быть у посольства в полдень, быть в этой очереди голосующих, а что вы там будете делать, уж совсем не важно, поэтому голосовать можете как угодно, но в посольство лучше прийти, там не должно быть вот этого противопоставления, голосовать дег или прийти в посольство. Заключительные два вопроса на сегодня, как я это понимаю, я надеюсь, я правильно это понимаю, но мне нужно буквально одна секундочка. Нет, неправильно поняла, потому что два вопроса и одна реплика. Реплика от Натальи, спасибо за ответ, вы лучше, пойду испорчу я в Купутину и Юфитера пишет, вот кого мне не хватает и очень жаль, так это квартет И. Так они живы вроде все. Да, они прекрасны. У них даже фильм вышел, который они снимали еще до войны, помнишь, мы смотрели с тобой, где они же идут, бухают по саду. Да, и фильм, и они, мне кажется, они же ничего окугольным не сказали, поэтому там одна идея в фильме меня зацепила очень сильно, до сих пор про нее думаю. И два, две последние реплики на сегодня от Артема Марусича, который пишет, Майкл, я как раз про узкий коридор, не рецепт для лечения диктатур, анархизация общества. Ну, если вы читали, то вы знаете, ответ нет. Извините, как бы не понимаю вопросов. И Марита 500 присылает нам три фунта и анимацию с записочкой I'll be back с сердечком. Да. Ну, друзья? На печальной ноте, ну, что поделать, жизнь печальная. Других нот нет, к сожалению, мы все еще. Про выбор Галкина едет. Блин, выставляешь, ограничились. Ах, суки, за шо? За Галкина? Да, да. Ты подай апелляцию сразу. Так. Не-не-не, не здесь. Там право на требование нажми. Наведи. Нет, где ограничено? Левее. Где? Вот. Что, никогда апелляцию не подавал? Давно этого не было. Тебе надо рейтинг проверить. Все на этом. Блин, так вот, что название Галкина? Он, блин, найдет, обидится потом. Максим, не обижайтесь. Ну, типа, респект, вы классный артист, просто не для меня. Да. Нормально прозвучило? Отлично. Спасибо большое всем, кто был с нами. Круто, что вы здесь. Рада, что семейные стримы выходят по расписанию каждое второе воскресенье. Мне интересно, когда это собьется. У Майкла куча роликов, как всегда, на канале. Супер полезные, поэтому идите смотреть обязательно. На меня можно подписаться, это будет круто. Можно поставить лайк семейному стриму, это тоже будет здорово. На следующей неделе или на следующую через неделю, через выходные, я планирую. Ну, я так активно тряс рукой, что закрою кружочек на подвижность. Как мне злобно рассказывал. Да, но я левый. Созвон с патронами, поэтому, дорогие алтогезерцы, пожалуйста, немножечко терпения, я сейчас приведу мысли в порядок и напишу вам что-нибудь обязательно. Ну, посмотрите интервью, которое вышло на моем канале, если вы это еще не сделали. Я все сказала, а ты? Да? Большое всем спасибо и пока. Большое, так сказать, рахнет. Так, где у нас обложка? Что-то я опять... Не то, не то. Никита Калагревый, респект. Все пока.